так 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 что мы сегодня будем делать это открою потом она вам понадобится сегодня у нас четыре такие темочки 4 темки вы можете расслабиться мучить я вас сегодня буду говорить только я там собственно говоря практиковаться не на чем там просто чисто понять как ну посмотреть там на работе да там нет трюков на которых нельзя набить руку или что-то еще вот поэтому мы начнем начнем мы сегодняшнее наше повествование с такой штуковины под названием curl или курл как угодно ее называйте кому как нравится кому как нравится значит в чем идея да вообще по идее об этом деле можно было рассказать гораздо раньше но мы сначала с вами знаете я не люблю когда говорить о пульте о телевизоре если человек не знает что там внутри сначала смотрим что внутри потом уже то что облегчает жизнь да поэтому на прошлом курсе мы с вами использовали софта куда ковырялись там поняли как все это дело посылается поэтому зная что внутри теперь можно использовать условно говоря объем это то что нам позволяет более удобно использовать то что вы делали с меньшись контакты сами да то есть эта программа с помощью которых можно раз соединяться передавать данные получать данные так далее и так далее вот еще раз говорю в принципе многие вещи мы реализовали через соки вот точно так же фокусы пошивут да туда но там приходится очень много писать руками все это учитывать шаг влево шаг вправо уже все плохо да здесь у нас все это дело и соответственно существует библиотека под эту программочку которая можно использовать она портирована под все что угодно под любые программы и у нас она портирована в расширение пички она штатный поставки идет до его достаточно и не помню подкрыть не там она отключена по умолчанию да не помню точно ну так или иначе его надо подключить и все будет хорошо вот в принципе здесь никаких проблем никаких откровений наверное не будет просто есть пара-тройка там как бы даже не то что подводных камней как то вещи с которыми мы не сталкивались до еще до сих пор просто посмотрим как с ней работа в основном с курлом работает целота то есть фактически по большой по минимуму то по минимум четыре строчки кода из которых там три не меняем то есть все начинается с чего все начинается с курл и нет функции которая возвращает инициализирует это дело устанавливает соответственно соединение вот и возвращает нам ресурс дескриптор указатель на него который потом во всех остальных функциях будет туда передаваться в качестве параметра туда можно сразу же он не обязательный туда можно сразу же указать url да адрес который мы собираемся соединяться вот то можно указать его и позже можно раньше можно позже как угодно потом потом есть соответственно функция курлсет опт курлсет опт это функция которая с помощью которой мы устанавливаем те или иные опции какой заголовок послать что не послать что делать что не делать да и так далее и так далее эта функция она значит получает что дискриптор соединение за курла и два параметра первый параметр option целое число это констант все все эти опции они в виде констант представлены их несколько десятков там сразу скажу на любой чик фактически да а а третий параметр это значение да для этой константы там то есть то там заголовок послать это не послать это такое-то значение такое-то там любой параметр в зависимости от того опции которую мы выставляем после чего используем курл экзет то есть исполнить это дело да исполнить опять же передавай параметр экзек у него объявлен эти возвращаемый тип как миксит да потому что зависимости он возвращает разные типы в зависимости от того как мы используем зависимости от опции вот и и наконец когда все закончилось курл корус закрывает это дело закрывает то есть по минимуму по минимуму да вот самый пример самый минимальный да смотрите вот я делаю да курл импорт курл импорт потом выставляю опцию курл сет опт константа называется курл оптурл которая говорит что мы задаем этот наш номерал адрес в котором мы будем все менять да на самом деле это еще очень важно было избежать если вы этот адрес передать в качестве параметра курл импорт то есть да фактически на одну строчку было бы видно да потом мы исполняя курл экзет запрашиваем фактически фактически вот эти три строки 1 3 4 они остаются неизменны то есть все о чем сейчас мы будем говорить все что вокруг чего крутится это крутится вокруг опции то есть сколько какие опции у нас есть и для чего они нужны и что с ними делать все значит посмотрим посмотрим что у нас есть для этого начнем с самого элементарного самого элементарного по очереди прямо так по очереди будем делать вот смотрите что у нас здесь есть что у нас здесь чтобы было спасибо и так курл и не раз правильно да курл ну еще раз говорю это можно обойтись билетом курл оптурл url и запрашиваю какой-то файл файл называется тест хп он у меня где-то здесь да вот он он возвращает hello world он возвращает hello world да курл экзек и курл плов пробуем это дело запустить и получаем вот он то есть что произошло то есть что произошло в данной ситуации курл экзек он запросил это дело и тут же выплювите у нас там не эхо ничего нет вообще ничего то есть пропустил сквозь себя и скопировал все это дело на выход скажем так да ну обратите внимание вот если бы мы делали то же самое с помощью сокетов да вспомните сколько нам бы пришлось писать правда да нам нужно было еще open да потом послать заголовки get that а потом там еще по заголовок да потом цикле получать все обратно да пока там все это дело не закончится и выводить как видите мы все это делали достаточно сэкономить но сразу же но да здесь у нас сквозной скажем так запрос ответ то есть он запросил ответил сразу все это выплюну понятно что бывает ситуация когда я хочу получить ответ но не выплюнуть его а где-то сохранить может быть я с ним еще поработаю или что-то еще правильно да вот значит соответственно нам понадобится опция под названием курл опт ретерн трансфер ретерн трансфер вот берем соответственно ретерн трансфер смотрим что у нас здесь да вот ретерн трансфер вот она да значит то же самое добавляем опцию курл ретерн трансфер булли в тип поставляем выделить булли в тип true false значит что теперь мы говорим когда курл экзек да произойдет не надо это дело выплевывать да а надо вернуть мне в эту переменную то есть теперь я устанавливаю здесь переменную и ей присваиваю результат работы курл экзек ну и потом естественно я себе тоже выведу да но это все дело попадает переменную берем пробуем получает то же самое но это все дело прошло через переменную то есть уже есть два варианта правильно вот но но следующий момент мы говорим так у нас есть заголовки вообще-то правда а я заголовки может быть тоже хочу просмотреть тем более я пошлю например запроса металл а он-то здесь только где до работы вот расширяем это дело расширяем это дело что делает дополнительно устанавливаем да дополнительно например критер трассфер устанавливаем еще один булли в параметр Курл опт хедер 1. То есть, верни мне, помимо прочего, еще и заголовки. Верни мне, помимо прочего, еще и заголовки. Вот. Не надо их отсекать. Бам! Вот они, заголовки пришли. Ну, на самом деле, если мы сейчас сделаем вот такую вещь, то на самом деле заголовки правильные пришли, то есть, каждый на своей строке с переводами строк и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть, уже и то, и другое. Вот. Теперь. Развиваем мысль. Развиваем мысль. Мы говорим, стоп, друг мой. Это хорошо, но заголовки-то мне нужно просто просмотреть, что называется, да? Выводить-то мне их не надо, да? Вот. Но. Ну, понятно, понятно. Я всегда знаю, что у меня между заголовками и между телом есть пустая строка. То есть, я могу, в принципе, никто мне не запрещает залезть в эту переменную, которая пришла, да? Обрезать заголовки, обработать их, обрезать и выпустить, да? Но, опять же, на самом деле, это все делать не надо, за нас все придумали. Мы сооружаем еще одну опцию, видите, все, да? Которая называется Куру Опт Ноу Боди. То есть, верни мне, только заголовки, только заголовки без тела. Без тела. Да? Вот. Таким образом. Вот. И получаем, соответственно, вот они, пожалуйста, пришли только заголовок. То есть, мы можем запросить только это, только это или оба сразу. Или оба сразу. Так ведь, да? О, но, опять же, да? Развиваем мысль, да? Говорим, так, хорошо. Значит, что, если я их... А вот что, если я их хочу? То есть, я могу либо тело, либо хедер, либо вместе, да? Я хочу, в принципе, и заголовки, и тело. Понимаете, да? Но отдельно. Но получается так, что я должен отдельно запросить сначала Кугла Ивзех сделать заголовки в смоу Боди, правильно, да? Потом уже без, наоборот, заголовков тела, да? Чтобы, например, заголовки я принял, прочитал, где-нибудь там их записал файл, например, да? А потом получил тело, да? И, предположим, выплюнуть, да? Вот. Как-то не очень удобно. Как-то разъединить. То есть, с одной стороны их вместе получить, но с другой стороны их развести. По разным, да? Сторона. Вот. Соответственно, для этих целей, для этих целей мы можем, имеем возможность, опять же, не выводить никуда ничего, а записывать в файл. Да? В файл. Как? Очень просто. Что я делаю? Смотрите. Во-первых, естественно, да, я открываю файл. Я говорю F open, там, файл. Ну, я его открываю с режимом W, помните, там он обнуляется, потому что я его буду... Перезаписывать каждый раз, да? Перезаписывать, если одного нет, да? Это дескриптор файла, дескриптор соединения, да? И теперь я дополнительный заголовок, этот самый, извините, опцию даю, которая называется curl-opt-файл. И указываю дескриптор этого файла. Теперь, опять же, я без присваивания исполняю curl-fz, но вот эта опция говорит о том, что, получив данные, будь добр, запиши их в файл. Запиши их в файл. Не надо ничего вот сразу напрягу. Самому ничего делать не надо. Мы говорим, отлично, пробуем это дело. Идем сюда, идем сюда, ищем, где у нас empty, и видим, вот он наш файл. А я, кстати, что запрашивал? Сейчас я посмотрю. Мы запрашивали файл test.txt. Вот файл, который мы запросили, и, как видите, он пришел и записался, записался вот сюда. Вот, то есть напрямую, да? Но, опять же, мы говорим, стоп, заголовков-то нет, а как с заголовками? Здесь, опять же, все решили за нас. То есть, теперь мы открываем два, два соединения. Empty.txt. Туда будет писаться тело. Headers.txt. Туда будут писаться заголовки. Заголовки, да? Теперь мы посылаем, опять же, да, опцию. Curl.opt.file.fp. Сюда пиши файл. Curl.opt.right.header. Сюда пиши заголовки. Пробуем это дело запустить. И получаем. Где у меня headers? Вот они. Вот заголовки отдельно записались. То есть, здесь у нас тело, здесь у нас заголовки. Как видите, все отлично. Все раскидали. Как надо. То есть, масса вариантов, да? То есть, хотите, выводите сразу, ходите в переменную, ходите в заголовки, ходите без них, ходите с ними, ходите, раскидывайте отдельно по файлам. Главное, что, опять же, не надо ничего самому делать. Ну, файл, правда. Дискриптор файла получить, кажется. Как видите, все это достаточно удобно. Это удобно, когда знаешь, что у тебя там внутри. Кому-то, да? Вот таким вот образом. Хорошо. Но, обратите внимание, все, что мы сейчас сделали, все, что мы сейчас сделали, это делалось методом get. Мы говорим, хоп, а у нас ведь есть метод POS, понимаете ли, нам форму эмулировать надо. Нет проблем. Нет проблем. Мы будем запрашивать, мы будем запрашивать файл под названием POS Test PHP. Там, как видите, элементарная вещь, да? Посмотрите, да? Там просто-напросто банальный вардам. Там банальный вардам, больше ничего нет, который будет пост вардаме, да? Вот. Что у нас, что у нас постройки? Значит, смотрим. Итак, конечно же, во-первых, новая опция, которая называется куру опт пост. ПОСТ, выставляем его в ТРУ, то есть пошли метод POS. Раз. Поскольку это метод POS, то, наверное, надо послать и какие-то данные, да, в теле. Соответственно, для этих целей куру опт пост филдс. ПОСТ филдс. И здесь мы просто-напросто, как видите, это просто строка банальная, да? Пошла, то есть, в стандартном формате, да? То есть, поле равно значение амперсант. Поле равно значение амперсант. И так далее, и так далее, и так далее, да? Теперь, все, что нам остается сделать, запустить это дело и просмотреть, пожалуйста, ответ. Вот он мне, массив вернулся. Отработанный. Легко и просто. Легко и просто. Вот так. Но. Гетпост. Фактически мы на самом деле до этого момента, до этого момента, мы с вами оперировали, до этого момента мы с вами оперировали двумя, нет, тремя методами. Гетпост и хетп. Который мы знаем, да? Но на самом деле, вообще-то и в 8 методах, да? Есть еще один ходовой, достаточно известный метод, который называется ПУД. Вот. Ну, на самом деле, ну, теоретически можно вообще всем одним методом сделать, да? Это не обязательно. Просто когда придумали разные методы, для разных целей решили сделать так, да? То есть, как бы указание. То есть, в реальности, все, что мы делаем разными, я могу вообще самым верным сделать, условно, или постом, да? Но. ПУД придумали для чего? Чтобы можно было, например, предположим, создать какой-то документ. Создать какой-то документ. Причем он, да, то есть, в принципе, его можно создать постом, правильно, да? То есть, у меня мой обработчик будет стоять, если пост пришел, я создал документ, да, казалось бы. Но, во-первых, это удобно, разделять методы. То есть, пост, ага, это значит, надо сделать то-то, фут, ага, это надо сделать то-то, правильно, да? На этом, кстати, построена такая техника, подход под названием REST, о котором мы завтра с вами, да, поговорим, сделаем даже кое-что. Вот. А во-вторых, серверы можно настраивать, ну, там не самостоятельно, там еще кое-что накатить надо сверху, в принципе, есть заполнение для сервера, да, который может сам отслеживать, сам отслеживать методы, если он увидит, что инфинкутный метод запросен в пункт, сам сервер, да, то есть, не скрипт, который там запускает, софсервер, да, он может принять, создать и тот, который там делает, вот, дать память, записать его, понимаете, да? Вот. Таким вот образом. Вот, вопрос, как им работать? Тут на самом деле такая небольшая хитрость и пара подводных камней. Значит, что есть что? Смотрите, во-первых, во-первых, формат с точки зрения заголовка, там слегка отличается, то есть его там достаточно сложновато, на самом деле, руками, например, с командной строки там через целую пробить. Значит, как он работает? Во-первых, для Пута есть соответствующая, соответствующая, курл от Пут. То есть, он пошлет метод Пута. Он пошлет метод Пута. Теперь. Дело в том, что, да, мы должны послать, условно говоря, туда, мы должны послать это, то есть, так, у нас курл так устроен, да, что он посылается, как бы, если я хочу какое-то задание, да, например, я ему говорю, создай файл, создай файл, и запиши в него что? То есть, на самом деле, мой адрес будет вылетать, Пут, вот так вот, Пут.txt. Там, на сервере, такого файла нет. Да, я говорю, я хочу его создать и записать туда Hello World. Да, то есть, там его нет, вот он. Вот он, видите, тут нет никакого Пут.txt. Тут другой есть, только PHP. Видите, Пут.txt нет. Вот, технически, если, например, накатить что-нибудь там, ну, есть такая webdav, такая штуковина, например, да, на сервере, да, то в принципе, есть всякое PHP, можно обойти. То есть, сервер, приняв Пут, вот это дело, он создаст этот, соответственно, файл, и запишет туда эти данные. Но, у нас Пут, у нас этого дела нет, значит, Пут этот файл. Теперь, что нам нужен файл, данные которого будут туда передаваться. Значит, что мы делаем? Это строка, которую я хочу записать. Значит, я создаю файл, значит, эта функция, кстати, мы с ней тоже до сих пор не сталкивались. temp file это функция, которая созвает временный файл. Ну, объясняю. Мне нужен сейчас не столько файл, сколько диспетчер. То есть, я мог бы, конечно, сейчас создать какой-то файл на диске, в него записать и туда и сюда, да, ну, нафига мне это надо, грубо говоря, да? Вот, мне просто нужен дискриптор тупого файла, да? Потому что, если я его создал на диске, мне про то, мне нужно будет помнить, что его надо удалить. Вот. Да, то есть, temp file, он просто создает файл, временный, да? Нет, он его на 10, если создает, но я о нем не забуду. Юнят, я плевать, где он там может сейчас искать, я даже не знаю, ли он создает, просто создал. Вот. Вполне возможно, что он где-то даже и в памяти создал. Просто создай файл, вот там. Вот. Создал, то есть, на самом деле, ведь, на самом деле, вы же помните, да, что вот эти вот функции, да, fopen, там, или что-то еще, да, fwrite, они же работают не с файлом, они работают, да, с потоком, нитьем, то есть, мы с каким-то, да, мы что-то открываем, а что-то непонятно, что-то. Вот. Поэтому, да, вот, поэтому, вот я его создал. Главное, что у меня здесь пришел дескриптор, в который я могу что-то записать. То есть, некое хранилище. Не важно даже, что я же не указываю, обратите внимание, я не указываю, например, файл двоеточие слэш слэш что-то, да, или htdp двоеточие, то есть, в ракуре не указываю. Просто, временный файл. Вот. Я в этот дескриптор записываю fwrite, я туда банально записываю эту строчку и устанавливаю, вы помните, после записи там же курсор, да, я перевожу курсор в ноль, чтобы он там остался, да. Теперь, теперь здесь дополнительное. курл опт ин файл называется, то есть, я сообщаю, что у тебя есть файл, который нужно будет туда закинуть, вот он, и ин файл сайз, это нужно просто банальный размер этого файла передать, какой-то стандартный стерлен, просто длину строки туда передаем, передаем длину строки. Но, здесь наступает очень интересная новая. Какое? Друзья мои, вопрос, а как, да, у меня сервер, то есть, я в PHP должен, это дело перехватить. Понятно, что в PHP я могу перехватить, я спрошу, да, реквест метод, put, о, круто, а данные-то как взять? Мы привыкли, что у нас либо get, либо post. Э, это не get, это не post, это put. Откуда взять данные? Кстати, могу сказать еще больше того, ведь в post тоже данные попадают, только если форма эмулирована. то есть, если приходит content type, application, slash, xvvv, форму, rln-кода. Если вы пошлете content type другой, например, content type, text plane, оно, фиг, в post попадет. Post, это не просто post, а именно post формы. Понимаете, с чем дело? А мы, да, у нас еще хуже, мы не просто put, а put, да? Вот. Что делать? Значит, смотрите, у нас, у меня здесь, в этой папочке upload, upload, лежит htaccess, в котором написано банальное, да? Когда к тебе сюда придет, выбери все, вообще, да? URL и перенаправь на файл put.php. Put.php и, да, а вот все, что тебе пришло, ты приклей в качестве параметра URL. То есть, ему придет вот это вот дело, вот он это возьмет, да? Он это возьмет и приклеит в качестве URL. То есть, будет put.php, попросить URL равно вот этому. Вот этому. Даже без сообщения. вот так вот. Вот. То есть, перенаправление, правильно, да? Ага, сказали мы. А что у нас в путье? А в путье у нас следующая вещь. Смотрите. Это мы вытаскиваем, да? Это мы берем URI, да? И, что мы делаем? Значит, мы открываем файл. Файл. Ну, во-первых, мы отслеживаем путь, обратите внимание, да? Если put, если put, да? Мы открываем файл. Какой? Который нам, который как раз, который как раз нам, да, пришел в этом, в URI, да? Вот. Теперь, он у нас может быть, а может не быть. То есть, сейчас у меня файлов, которые я хочу создать, put.txt, его нет. но я могу ведь его не только создавать, но и перезаписать. Он может и есть, может и есть. Поэтому, у меня здесь сделана меточка для него, да? Я говорю, если такой файл, на который пришло обращение, уже есть, я говорю, он уже есть. Да? Просто ставлю в труп, чтобы ориентироваться, да? И открываю его. Получаю, dest, это не destination, да? То есть, куда мы будем писать. Если его, если у меня здесь все закончилось неудачей, обратите внимание, я отправляю заголовок. Заголовок грамотный отправляем, да? Не 400, 4, например, да? Или что-то еще. 409. Create Error. У нас заголовки не зря в свое время придумывали. Так много. А у нас все привыкли почти. Да? Даже, знаешь, трех соток сколько региер. А у нас 301, 302, 301, 302. Ну, там же есть 303, там есть 305, 307. Несна полезная. Фиг, кто ими пользуется. То же самое и здесь. Это грамотно, да? 409. Да? Не объект не найден, что-то. Create Error. Я файл не могу создать. Понимаете? О! Далее. А если все хорошо, что мы делаем? Посмотрите. Вот так мы зачитываем то, что приходит нам. Это как бы сырые данные. Поток. Вот он, да? Соединение. Нам идут данные. на самом деле. мы точно так же можем любой поток засчитать. Да? Инпут, да, 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 да. STD-IN, STD-OUT. И PHPL-POOT есть, естественно, такой вот. Это обертка такая, да, как бы такой свой там протокол, да? То есть, это стандартный input, который... То есть, вот оно соединение, вот оно пошло. На самом деле, через него же вливаются и данные постом. Мы точно так же можем отловить данные, которые... Вот эта строка, которая идет постом, она сюда же попадет. Нет. Нет. Точно так же. Строка идет просто. А это просто потом PHP, вот когда форма эмулируется, PHP смотрит, о, это форма, вот он берет вот это, то, что получил и разбивает его в массив. А так они приходят сырыми. То есть, если я хочу просто целиком постовую строчку получить, до того, как он ее разобьет в массив, я точно так же ее могу выцепить. Это сырые данные, абсолютно нормальные, да? Я их зачитываю, да, читай, из стандартного входа, потока. Вот. Ну, здесь у нас, понятно, стандартный цикл, то есть, то, что я зачитываю, я записываю в этот файл, который я создал. После чего оба их закрываю. Я оба их закрываю и опять же, правильнее, если файл уже был, то есть, я его апдейтил, да? Обратите внимание, не 200, окей, а 202, accepted. Accepted, то есть, грамм. Да, 200 это просто, я нашел там что-то, то есть, все хорошо. Если же у меня файл не было еще, я его с нуля создал, посылаем 201, creator, то есть, файл создан, да? Это не просто окей, файл создан, либо, соответственно, файл не создан. Ну, или файл уже был, мы акцептировали это, да? Посылаем грамотные заголовки. Теперь, обратите внимание, если я сейчас запущу это дело, то я получу вот такую вещь. Тут надо дать по голове, к сожалению, разработчикам сервера Apache. Почему? Конкретного, да? Ну, по крайней мере, конкретная версия, что тут у нас там есть и так далее. Почему? Почему у меня произошло это дело? Дело в том, что метод путь, он опасный, как вы догадываетесь, да? То есть, можно спокойно, ну, это все-таки связано с созданием, с изменением файла, причем фактически напрямую. поэтому на всех машинах по умолчанию путь закрыт. Да? например, форму, HTML форму нельзя послать на HTML файл. Например. Ну, опять же, например, на сервере iOS. Вот если вы в форме, методом пост, методом пост, методом пост в экшене укажите HTML файл, он вам не даст этого сделать. К нему запрещено обращаться методом пост. А смысла нет. HTML файл не сможет обработать. Правильно, поздно? Смысл. Вот, то же самое и здесь. Но, проблема в чем, да? Обратили внимание, почему я так ругаюсь на это? Что такое 403? Это мне запрещено исполнение. На самом-то деле, мне не запрещено исполнение. Мне запрещено методом этим обращаться. это 405 статус метод not allowed и плюс, да, мне нужно 405 прийти метод not allowed и дополнительный заголовок, который называется allowed, в котором перечислены разрешенные методы. Понимаете, что это дело? А здесь меня направляют по ложному пути. Я не туда пойду копать. Я бы как это? Где запрещено? Права? Начну смотреть. Правильно? Дергать. На самом-то деле, а 405 я просто админу позвоню и скажу включи мне разрешение на full. Все. Понимаете? Это надо учесть. Вот. Соответственно, мы идем в сейчас мы нашу конфигурацию Apache найдем. Вот она у нас. И здесь где-то я на самом деле не помню который из них в двух местах где-то мы допишем просто-напросто вот limit except видите get post have мы допустим запишем тут он вот здесь и еще в одном где-то по-моему я просто не помню который из этих мест туда к этому относится поэтому я просто сделаю там и там по-моему а может и больше сейчас посмотрим есть там еще что-нибудь зимнее вроде бы нет только в одном месте лимит там есть лимит accept лимит accept то есть можно директории таким образом запороливать скажем так видите deny from all все кроме get по-моему обратно есть когда наоборот разрешить только тому 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 вот оно перезагрузим это дело перезагрузим это дело вот и теперь попробуем по-новой это все сделаем раз оп а может быть нет а какой а начальни там а вот оно не тот вот вот сайте в двух местах было одно нашел другой не нашел это как раз это как это конфликт место спасибо я помню что там пара мест была все разрешили все хорошо идем в оплот вот он вот он появился вот он наш hello world вот он директива что его они везде запрещены по умолчанию на самом деле на самом деле запрещены да вот такая вот штуковина у нас вот ну и три полезных 201 220 409 полезных статус узнали да так put in file in size ну header function header function значит здесь header function и binary transfer да сразу сейчас окучим очень такая тоже интересная вещь посмотрим значит что у нас здесь с чем связано смотрите какая штуковина вот заодно еще и с zip поработаем мы до сих пор попутно еще изучаем всякие разные вещи да смотрите у меня есть файл под названием zip php он создает zip архив мы его до сих пор не создавали там нет ничего сложного смотрите банальный new zip архив имя zip архива это zip открываем его zip open zip open далее далее у нас есть два варианта мы можем прямо туда добавить файл zip add файл вот такой-то вот такой-то под таким-то именем да то есть грубо говоря оригинальный файл вот такой да такой но я могу захотеть другое имя ему в архиве дать понимаете то есть я говорю в оригинале файл test.txt ты его добавь в архив но еще и имя ему изменить вот а могу вообще файлов физически не существует то есть add.from.stream я говорю уважаемый создай вот такой файл в архиве да соответственно создай такой файл запиши в него вот эту строчку и помести его в архив то есть этот физически есть вот этот hello world наш да я его просто переименовываю в архив а их вообще нет я их создаю записываю строчку и туда zip.close и файл.get.contents отправляю наш файл то есть зачитываю этот файл test.zip убайт его да то есть он целиком читается как строка и отправляю назад и отправляю назад но тут маленький проблем друзья мои zip то он уйдет но это же php файл уйдет заголовок какой тексты контент type текст HTML то есть браузер будет выплевывать эти байты эти иероглифы прямо в браузер да соответственно что мы делаем мы прогоняем это через функцию итак смотрите curl opt binary transfer предупреждаем его что идут бинарные данные что это не просто текст там ой 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 что-то можно потерять терять да потом ставим header function header function вешаем функцию обратного вызова вот она у меня функция обратного вызова да header function то есть получая да заголовки соответственно да это именно для заголовков да когда ты будешь получать заголовки будь добр брось эти заголовки вот в эту вот функцию значит функция моя custom она должна получать два параметра первый параметр это он туда кинет себя дискриптор во второй параметр он бросит заголовок он бросит заголовок ну здесь я условно говоря использую это мы забегаем вперед это такая следующая наша подтема да получается вот забегаю вперед регулярное выражение условно говоря я тут смотрю все ли у меня все ли у меня хорошо все ли у меня хорошо да вытягиваю вот мало ли что там еще то есть хедером хедеры отправляю дальше понимаете да то есть я условно говоря выбираю и дальше их отправляю но дополнительный заголовок посылаю контент диспозицион да аттачмент чтобы он выбросил окошечко да не текст т.м.ль да и соответственно там какое-то имя даю ему какое-то имя все функция должна возвращать длину заголовка просто она возвращает длину заголовка вот так и все все собственно говоря здесь больше ничего нет особо ну там ошибки ладно там их нужно отследить и так далее да вот мы берем чпомс вот он а ну он меня здесь не спросил настройка браузера стоит что спрашивать не надо да вот он он попал наверное туда а все он на десктоп вот он файл посмотрите файл вот они эти три файла вот они это я строчку записал в один файл это я вторую строчку записал а это был переименованный мой вот а это 1 2 3 4 5 видите как вот такие вот вот потом потом можно то есть на самом деле да вот мы посмотрели самые основные вот эти вещи видите опций очень много опций очень много на самом деле вот например в принципе да в принципе мы можем например если мне нужно послать куки да куки вот теоретически мы можем послать любые заголовки вообще любые заголовки с помощью http header curl of http header любой заголовок со значением да то есть вот у меня опять же пример вот у меня пример all options а это php да это php а вот они вот смотрите да я могу послать пошли заголовок и массив массив отдаю да заголовок header 1 со значением value 1 header 2 со значением value 2 и так далее да в принципе я могу послать таким же образом и куки юзер агента и рефера и все но поскольку юзер агент рефер куки это достаточно частые вещи под них написаны отдельные опции да то есть юзер агент пошлет юзер агента то есть нам остается только значение указать рефер пошлет рефера куки пошлет куки да заголовок вот на самом деле можно еще раз говорить самому конечно же руками я говорю уже да что заголовков очень много точнее не заголовков а опции вот пожалуйста вот они да вот они все пришли вот он http куки пришла да вот моя кука пожалуйста вот он рефер который я послал вот мои кастом заголовки да header 1 и header 2 да вот он мой юзер агент да пришел все что угодно все что угодно юзер провода если пароль надо передать например да там юзер провода есть предположим да все такое масса например есть опция хи 200 или асс это что означает это условно говоря как бы в массиве вот смотрите там же не только 200 202 еще какие-то и очень часто я могу проверить мне когда приходят я могу проверить какой статус пришел но допустим меня устраивает и 200 и 201 и 200 там 2 и вообще любые 200 да вот а чтобы мне не писать если статус 200 или 201 или 202 или 203 я могу или добавить в виде массива считай вот эти статусами да как бы псевдонимами 200 то есть это то же самое что 200 то есть мне достаточно будет сказать если 200 то все нормально понимаете да в чем дело таким образом не только 200 может быть меня там еще и 300 я тоже например 304 not modify например я тоже считаю считай что 200 нам чтобы не было перенаправления вот можно а информацию информацию да можно получить с помощью функции курул get info курул get info она опять же работает если в каком парламенте не передавать там умолчание 0 то вернется массив то вернется массив вот как раз со всей информацией то есть это и код статус ответа там и всевозможное размер там заголовков и в байтах сколько было загружено сколько было выгружено и так далее и так далее масса информации да а если два вторых параметра опять же одну из кронстат передать например курул курул и ксихи код это как раз значит дай мне вот как раз стат я могу проверить таким вот образом да вот то есть там ничего сложного нет там ничего сложного нет основные так сказать камни подводные показал на самом деле это мы только хп там отдельно для хп есть для работы отдельно вот грубо говоря там нормально все расписано вот смотрите да заходим 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 курсет опт вот оно да и посмотрите сколько этих опций они там по группам разбиты видите на любой чих на любой чих то есть тут отдельно как бы да вот такие вот видите да всевозможные и такие тут и для видите пожалуйста и для SSL например да там если нужно там что-то туда-сюда послать возможно авторизацию да и в типичные всевозможные соединения видите да то есть масса 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 вариантов вот видите это я все мотаю это все опции 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 как видите на любой чих все это дело уже придумано вот так что можно брать можно брать и пользоваться можно брать и пользоваться вот но Но, мы, так сказать, далее идем, а идем далее очень просто, да. Только что мы уже залезли чуть-чуть вперед, как я уже сказал, да. Я там в одном месте использовал регулярные выражения. Поэтому самое время поговорить о регулярных выражениях. Да, наконец-то, да. В некоторых книжках их начинают, ими кормить и подсаживать на них, как на наркотик, начиная в 41-м странице. Мы до них дошли, когда начали на наркотик. Ну, я объясняю, почему, да, потому что, я всегда говорил, да, регулярные выражения, вопреки, зачастую, регулярные выражения, они не имеют. Специально, да, то есть, грубо говоря, грубо говоря, если у нас есть, то есть, они медленнее, чем нативные, не функции. То есть, если у нас одно и то же можно сделать, либо встроенной функцией, либо регулярным выражением, вылучшить свой встроенный функцией. Понимаете, да? Пример языка Perl, на котором все это регулярно, да, приводить не надо. Почему? Потому что в Perl регулярное выражение, оно, как бы, это его сердце, оно вшито, он, собственно, и сделан на них, под них и так далее, да. В Perl регулярное выражение, это нечто внешнее, понимаете, как бы, приводить в чему. Оно как у любого языка, оно должно быть, но это как бы его десерция. Понимаете, если аналогию подобрать? Вот, поэтому, если есть, то проблема в том, что, да, потому что я их встречал, когда людям нужно многое изстроение. Пока нужно войти в то, что важно для этого ищут регулярное выражение. Хотя это дело можно спокойно с помощью больших функций делать. Вот, то есть регулярное выражение – хорошая вещь, но никогда действительно без них не обойтись. Кроме того, если уже регулярное выражение, народ перестает учить, он даже не знает элементарных функций, потому что все удобно вроде бы сделать регулярным выражением. А там тоже надо уметь, да. Вот, поэтому, кстати, я могу сказать так, знаете, ну, регулярное выражение научить на самом деле нельзя. Да, давайте учесть. То есть, ну, это, как говорится, надо вот просто тупо сесть и пробовать. Понимаете, да? Поэтому иногда просьба, да, а вот помогите нам регулярное выражение написать. Ребят, это может занять две минуты, а может занять два часа. Понимаете, да? Ты сидишь и пробуешь, ага, нет, не так, нет, не так. То есть, вот есть куча кирпичиков, из которых просто что-то слабо. Соответственно, и посмотрим, что у нас есть. Ну, для начала, во-первых, обратите внимание, что PHP, он поддерживает, о, кстати, я не знаю, ваш 5.5 выкинули или нет. В общем-то, поддерживал, по крайней мере, да, два, так называемых, таких формата, да, поиск и поиск и поиск и поиск и поиск. Так вот, ну, во-первых, начнем с того, опять же, те же самые поиск, они не длиннее, чем поиск. Это важно. Вот, поэтому, начиная с версии PHP 5.3, поиск были объявлены депритетами, и со временем их должны выкинуть. А может быть, уже выкинуть. А вот так. Ну, и перлог. А, большинство, кстати, довольно-таки перлог не будет, на самом деле. Во всех языках, в отличие от этого, что там имплементировали, имплементировали все. Вот. И, да, поэтому, если код, какое-то что-то, да, будет выскакивать при использовании функций для поиск. В регулярах там будет выскакивать депритетов ошибки. Чем лучше их переписать, потому что их со временем должны выбросить в ваших картах. Ну, да, они там в стекло-то перейдут, где-то там, отдельные ваше, да. Стандартный послан. Вот. Теперь, значит, PHP, PHP, да. То есть, что, регулярное выражение, суть шаблона. Шаблон, под который должна попасть строка. Формат регулярного выражения, да, формат регулярного выражения следующий. Разделитель. Между разделителем и сам шаблон. После разделителя, после окончания могут идти некие модификаторы. В качестве разделителя, ну, может служить, там, собственно говоря, разные символы. Ну, как правило, это либо вот такой слэш, там, палкой, может быть. Я видел, люди собаку используют, там, решетку используют, да. Кому, в принципе, тут что нравится, тот использует. Ну, как правило, там, тоже самый слэш, вот. И никаких проблем. И никаких проблем. Ну, вот. Теперь, значит, в основном у нас есть, как бы, три основные понятия, да, регулярных выражений. У нас есть понятие мета-символов, вот, специальных последовательностей и модификаторов. Плюс. Само регулярное выражение, это просто, ну, строка, да, шаблон. То есть, как-то его надо использовать, применять. Для применения у нас есть функции. Их три группы. Функция поиска, функция замены и разделение на части. Вот. Мы о них поговорим в конце, но поскольку нам нужно, ну, что-то такое для показа, то такая самая ходовая функция, это функция, да, собственно говоря, поиска, называется прегмач. Прегмач. Обратите внимание, все перловые функции начинаются с приставки прег. Осексные начинаются с приставки эрег. Вот все эреги будут выдавать депритет. Все эреги надо не делать в прег. У каждого есть сандарт, как свои перловые. Так вот, как работает прегмач? Так, он работает следующим образом. Первым параметром указываем туда шаблон, подаем строчку, которая должна попасть под этот шаблон. Как бы, да? И прегмач, собственно говоря, вернем в школу. Труфовый. Попал или не попал. Попал или не попал. Но, поскольку попала нам цвета маловато, нам бы хотелось еще сказать, что попало, чего не попало, да? То есть, этим параметром можно указать массив. Массив. И в этом массиве всегда в первом элементе будет то, что попало, целиком. Целиком. А если мы еще будем там на кусочке бить, то вот эти кусочки, которые нам нужны. В первом элементе всегда попадание будет лежать. Попал. Попал. Значит, что у нас здесь есть? Итак, метасимволы. Ну, во-первых, обратите внимание. Все метасимволы, да, они... Это точечки, скобочки, круглые, квадратные, плюсики, звездочки и так далее, и так далее. Это все служебные значения. Поэтому, если мы хотим их использовать как часть строки, нам надо их экранировать. Поэтому, пандартным способом, которым, который внутри электричный. Поэтому, вот такой вот слэш, обратный, я тебе сказать, не помню, который есть нормальный, который есть у кого-то, вот такой слэш, да, такой слэш. Это экранирование метасимволов. То есть, если я хочу это назвать, что... Вот. Соответственно, такой метасимвол, точка. Точка обозначает любой символ вообще, кроме перевода строки. Кроме перевода строки. То есть, вот смотрите, я говорю, уважаемые, вот у тебя строка, вот такая строка, и здесь у меня стоит, обратите внимание, эти два слыша, это начало, конец регулярного выражения, а это точечка. Это точечка, да? То есть, то есть, фактически, я говорю так, под это регулярное выражение, да, должно попасть любая строка, у которой в начале не стоит, попадет, у которой в начале перевода строки, первым символом не стоит. У нас первая же буква очка P под это дело попадает. Да, то есть, говорю, так, символ, символ, все. В массив матч, в первый, да, вот этот нулевой элемент всегда, да, идет то, что попало. То, что попало, вот у нас буква P. Буква P. Но, но, понятно, что буква P попала, то есть, как бы точка означает любой одиночный символ, правильно, да? Вот, соответственно, мне этого не хватает, мне нужна количественность, да? Поэтому для количественности у нас есть три, так называемые, квантификатора, да? Например, вопросик. Вопросик означает, либо есть, либо нет. Ноль или один. Вот он у меня стоит после точки, да? После точки. Соответственно, я, да, я изговорю так, что шаблон говорит так, сначала у тебя в строке должно идти PHP, потом у тебя может быть какой-то символ, а может не быть какого-то символа. То есть, один символ может быть, может не быть, а потом значение 5. Значение 5. Соответственно, под это дело попадет и PHP пробел 5, и PHP без пробела 5. Он, пробел либо есть, либо нет. И, там, PHP дефис 5, например, да? И подчеркивание 5. Вот. То есть, этот символ может быть, может не быть. Плюсик. Плюсик означает минимум 1. Минимум 1, максимум не ограничено. То есть, у тебя в строке должно быть минимум 1 значение А, минимум 1, да? А после А, сколько бы их не было, должно идти Б. Соответственно, строка А, Б попадает. Вообще, любое количество от одного А, после которого идет Б, попадает. А вот если А нет, вообще. То, соответственно, ничего не попадет. Ничего не попадет. Звездочка означает, что может вообще не быть, либо быть сколько угодно. То есть, от нуля до бесконечности. То есть, в данный момент я говорю, буквы И может не быть вообще, а может быть сколько угодно. То есть, и это, и это, и это все правильно. Три такие основные квантификаторы. Три основные квантификаторы. Но, понятно, что это не очень удобно, потому что иногда бывает, чтобы мне нужно было, например, от трех до пяти. То есть, у нас есть ноль или один, один или бесконечность, и до бесконечности, и ноль до бесконечности. Правильно? Для более узких рамок у нас есть квантификаторы, которые записываются вот так вот, до фигурных скобочков. То есть, значит, ну, если там стоит одно число, то это точное количество. Например, два. Только два значения. Здесь у меня стоит 1,2. То есть, это означает, что минимум один, максимум два. То есть, буква И, буква И, либо одна, либо две должно быть, но никак не меньше, там, не три, и не ноль, и так далее. Одно из значений можно опустить, тогда это будет значить минимум, максимум не ограничен, или минимум не ограничен, наоборот, максимум ограничен. Вот таким вот образом, да? Но, опять же, обратите внимание, да, что в данной ситуации, вот когда мы таким образом делаем, у нас регулярное выражение, да, происходит вот таким образом. Вот смотрите, вот, например, вот я регулярное выражение сделал, вот просто говорю, под регулярное выражение должна попасть строка, в который идет ты и чты подряд. Строка у меня, например, такая. Вот у меня строка, где-то там PHP и вот так. Как применяется это? Он берет вот так вот, как линейку. Знаете, говорит, так, PHP, не PHP, PHP, не PHP. Совпало, не совпало, совпало, не совпало, совпало, не совпало и так далее. Понимаете? Вот совпало, да. Последовательно, да? Вот, посему мне может захотеться внести ограничение, да? То есть я, например, могу сказать, что строка должна начинаться с PHP, а она в середине нет, да? Вот. Для таких целей у нас есть вот такая вот галка, да, такая перевернутая. Вот такая. То есть галка в начале регулярного выражения говорит о том, что строка должна начинаться. То есть строка должна начинаться с последовательности символов G, I, A, H, A, I, да? То есть перед G не должно быть вообще ничего. Таким образом мы ограничиваем начало. Соответственно, точно таким же образом мы ограничиваем и конец. Мы ограничиваем и конец, то есть говорим, заканчиваться должно на John. То есть с конца должен быть John. John, обратите внимание, перевод строки здесь не участвует. Вот. John, то есть и это, и это попадет. Если после буквы N что-нибудь такое стоит, то это уже дело не попадет. Соответственно, ну мы можем и сначала, и, конечно, с конца ограничить. Вот таким вот образом. Вот. Далее. Далее мы можем задавать класс из стопых символов в квадратных стопках. Например, 0 дефис 9 плюс, обратите внимание, квантификатор стоит за скобками. То есть что означает? Я говорю, что в строке должно обязательно быть целое число от 0 до 9 в диапазоне минимум 1 штука. Минимум 1 штука. Максимум не ограничен. Да? Максимум не ограничен. Он идет, 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 и видит цифра, 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 дальше уже там не цифра, все, да, остановилось. Собственно говоря, под это дело попало число 2005. Если я не хочу, чтобы это дело попадало, да, на выход, тогда я ставлю галку. Обратите внимание, галка внутри квадратных скобок. Снаружи она означала бы начало, внутри. Я говорю, да, все, что не 0 от 0 до 9. Соответственно, вот оно попадает, 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 пока вдвойку не уперлись. Соответственно, у нас попало вот это дело. Вот, и опять же, и опять же, ситуация какая, да? В данной ситуации мы просто, по-клижски, по-клижски, в данной ситуации нам этот матч, он особо не нужен. По-клижски, в данной ситуации, до этого момента, мы сегодня же говорим, сомпал, не сомпал. То есть, есть это видимо, есть это видимо. Но, мне бывает, только что да или нет. То есть, сначала проверим, сомпал или нет. А если сомпало, то выбери какие-то нужные части отдельных элементов. Соответственно, для этих целей, мы нужные части заключаем в круглые скобки. В круглые скобки. То есть, я говорю так, да, смотрите, вот, что у меня здесь написано, да? У меня здесь написано, что, значит, регулярные выражения. Сначала должно, да, найти строчка, которая должна, под строка, да, которая попадет под, значит, либо цифра 1, либо цифра 2, либо 1, либо цифра 1, либо цифра 2, потом цифра от 0 до 9. И, если найдешь, видите, круглые скобки, выбери мне это в отдельный, как бы, переменную. Под это дело попадает что? 20, да? То есть, сначала попала двойка, потом попал дно. Потом, опять же, найди, да, должно попасть так, чтобы после них сразу шло 2 цифры от 0 до 9. И тоже выбери их отдельно, 0,5. Соответственно, все, что целиком попало 20, 0,5, он помесит в первый элемент массива матч. То, что попало в первый вот этот кармашек, в первый, да, элемент, в следующий элемент под индексом 1, то, что попало в этот кармашек, помесит сюда. Таким образом, получил целое и разбитое, как мне нужно, по кускам, по кускам. Вот. Бывают ситуации, на самом деле, то, что я вам сейчас показываю, это очень редкая ситуация, очень редкая ситуация, она вообще там загромождает, но тем не менее. Бывают ситуации, которые не должны попасть на вход. Они указываются вот так, в круглых скобках, в вопросе двоеточие и то, что не должно попасть. Как это? Очень просто. Я говорю, смотри, сначала, значит, должна попасть строка от А до З большие и маленькие, плюс пробел, обратите внимание, да, пробел, он как пробел указывается, его там не видно, всегда обращайте внимание, да, пробел как пробел. Минимум одно, максимум не ограничен, то есть весь Джон Шмит попадает, весь Джон Шмит, да. Мало того, я ему еще и сказал, да, то есть он в нулевой, да, я его, поскольку я его поставил, заключил в кармашек, то он его должен Джона Шмита кинуть не только сюда, но и сюда. Я ему говорю, но, когда ты будешь кидать его в кармашек, исключи, пожалуйста, под строку из I-T-H, да, то есть вот это. Соответственно сюда он придет уже вот таким вот образом обрезан, вот таким вот образом обрезан. Вот, но, опять же, обратите внимание, массив у нас заполняется какой? Массив у нас заполняется индексированный 0, 1, 2, 3. Бывают ситуации, когда мне удобнее работать с ним как социативный, да. Поэтому мы можем дать, ну, правда, это очень редко делают, потому что код становится фоничнее и нечитабельнее. Но, тем не менее, да, мы можем дать имя, имя элементу массива. Имя задается так, вопрос, буква П и вот в таких вот угловых скобках имя, да. То есть, опять же, да, да. То есть здесь происходит то же самое, да. То есть я говорю, сначала должно совпасть, потом раскидай их, но это, вот это то, что попадет, надо под него не только завести ячейку 1, но и завести элемент по имени центруинга. А под это дело, вот под это дело, не только элемент номер 2, да, под индексом 2, но и элемент под имя 1. То есть мы получим такой смешанный массив, условно, такой и такой. Ну, опять же, примеры. На самом деле, обратите внимание, одно и то же, одно и то же можно сделать массой разных способов. Вот, например, да, условно говоря, вот здесь у меня, я проверяю, да, чтобы строка была. Вот эти два регулярных выражения, они в принципе между собой одинаковые, одинаковые, вообще. Вот. Да. То есть здесь я говорю, да, ну, я здесь ограничил начало и конец, видите, да. Здесь я говорю, сначала у меня должны выйти цифры, цифра, буква, цифра, буква, двоеточие, и так пять раз. То есть раз, два, три, четыре, пять. А потом после них цифра, буква, цифра, буква. Здесь я говорю так, цифра, две цифра, буквы, пять раз, то же самое. И потом цифра, буквы, видите, да. Что так, что так обозначил, нет проблем. Абсолютно. Но, обратили внимание, что поскольку они же у меня повторяются сколько-то раз, то у меня, да, у меня, а я выбираю только вот это дело, вот это дело, да, то у меня сюда свалится последнее из этого 5D. То есть он сначала то запишет это, потом перезапишет это, потом перезапишет это, и так далее, и так далее, и так далее, и то, что последнее сюда будет записано, то и будет записано. то есть последние перезаписки. Ну и здесь у меня, например, пример тоже. Выборки, всевозможные. Еще раз говорю, здесь нет каких-то формулы, чего-то еще, как это делать, как нет. Здесь просто берешь, тупо сидишь и пробуешь. Конструктор в детстве. Собираешь, что-то получилось. Получилось, не получилось. Абсолютно та же самая ситуация. Но у нас могут быть всевозможные спецпоследовательности. Какие? Обратите внимание, во-первых, я еще раз напоминаю, что все эти вопросики, плюсики, звездочки, квадратные, скобочки, фигурные, скобочки, круглые, все их нужно слэшировать, если они являются частью строки. То есть, если у меня строка 4 звездочка-звездочка, то мне ее будет надо написать вот так под нее, да, то есть слэш-звездочка-слэш-звездочка. Правильно? Обратите внимание, что лучше без нужды не писать регулярные выражения в двойных кавычках. Это у меня регулярные выражения в одинарных кавычках. А вот так мне его придется писать в двойных. Там свое есть экранирование. Правильно, да? То же самое. Обратите внимание, слэш-слэш. Если у меня строка PHP-слэш-5, то в одинарных кавычках мне нужно будет написать вот так, а в двойных вообще вот так. Поэтому, так сказать, лучше без нужды не используются. Также у нас есть спецпоследовательности для наших управляющих символов. То есть, слэш-т для табуляции, возврат каретки, там перевод на новую строку, да? То есть, грубо говоря, слэш-т, слэш-р, слэш-н, чтобы их как-то обозначить. Кроме того, опять же, для облегчения, если я хочу указать число в шестнадцатеричном формате, слэш-икс, что-то. Если я хочу обозначить число в восьмиричном формате, слэш-ддд. Теперь, слэш-д, маленькое, это аналог от нуля до девяти. То есть, можно записать так, можно написать слэш-д, что просто короче. Слэш-д, большое, это аналог, все кроме нуля до девяти. Маленькое слэш, маленькое слэш, маленькое с, слэш-маленькое с, это управляющие символы плюс пробел, обращайте внимание. Большая с, это все, кроме того, что перечислено в маленьком с. Маленькое в. Любая буква, цифра и символ подчеркивания. Большое в, противоположность маленькой. Противоположность маленькой. Слэш-б, это позиции между соседними символами. Вот эти и вот эти. Соответственно, одно противоположность другого. Одно противоположность другого. В маленьком в, в маленьком в, например, обратите внимание, пробелы здесь нет. Пробелы здесь нет. То есть, вот в б и в, например, очень удобно выцеплять, когда должен быть пробел. Слово пробел. Например, да, позиция между этим и таким образом. Вот, таким вот образом. То есть, у нас, видите, идет, да, слэш-б. То есть, сначала идет, грубо говоря, все, что не буквы, не цифра. Вот они. Правильно? Потом, любой символ, да, любой символ, точка. Вон они идут, тык-тык-тык-тык-тык. И опять же, да, любое, опять же, не буквы, не цифра. То есть, мы как раз вытащили глаза. Вот. Теперь, есть такая штуковина у нас, друзья мои. Смотрите. С некоторыми квантификаторами у нас есть засады. Собственно говоря, этих квантификаторов два. Это звездочка и плюс. Они, так называемые, жанны. Почему? Потому что они хотят ухватить как можно больше. То есть, если, вот смотрите, вот у меня вот такая строка. Я пишу. Что? Смотрите, да? Выцепи мне что? Сначала должно идти а. Нет, так. Смотрите. Сначала должно идти скобочка а. Потом, сколь угодно, много всего-всего-всего-всего-всего, пока не упрешься в закрывающую скобку. Бам. Правильно, да? Потом, потом, сколь угодно символов, пока не упрешься в открывающую скобку. Вот это вот. То есть, PHP, правильно, да? Причем, вытащим я это PHP в переменную. И потом, значит, это, это, это. То есть, мы ожидаем здесь PHP, на самом деле, нам сюда попадет ГУД. Почему? Потому что, по умолчанию, как я сказал уже, да, они жадные. Когда он увидел вот это, он смотрит дальше, дальше, а нет ли у меня там что-то еще, понимаете, в чем дело? А вдруг у меня там еще такое есть? То есть, он попытается найти это дело как можно больше и как можно шире. Если мы этого дела не хотим, то таблетка от жадности вопросик. То есть, нужно просто-напросто у каждой из звездочек, вот такой, при необходимости, да, поставить вот это дело, поставить такой вопросик. То есть, как бы одноразово. Вот нашел это, дальше не ищи. Нашел это, дальше не ищи. Есть вот такая штука. Вот. Теперь, после шаблонов, после самого регулярного выражения, где он закрывается, можно использовать те или иные модификаторы. Какие? Например, модификатор I, это делает регистры независимыми. Ну, то есть, грубо говоря, вот это вот так вот с модификатором I, это то же самое, что и регистры независимыми. Маленькое M, многострочный поиск. О чем идет речь? Очень просто. Если я поставлю вот таким вот образом, да, вот так, то начало строки, правильно, да, то я ничего не найду, потому что строка начинается с A, B, C. Ставя M, я сообщаю, что на самом деле я, это много строк, там переводы строк есть, и я имею в виду не начало всей строки, а начало каждой строки. То есть, под это дело будет попадать начало каждой строки. Большая S. Фактически, большая S это то же самое, да, та же самая, что и точка плюс перевод строки. Помните, да, что в стандартную точку перевод строки не входит. Теперь он входит. То есть, я когда точку, да, например, ставлю, вот, предположим, да, то есть, здесь что-то такое не случается. То есть, B, C, точка, D, E, ничего не получится, потому что это под точку не попадает. То есть, он здесь обломается. Да, а вот здесь он попадает под точечку, и я выцепляю все, что мне нужно. Значит, X это, ну, пробелы и комментарии, ну, на самом деле я вам не показал, на самом деле там решетка, то есть внутри шаблонов можно сам дарить еще и комментарии для себя, но это уже, я думаю, слишком, потому что там и так нахрена не поймешь, в более-менее сложной, да, конструкции, а еще если комментарии туда залеплять, то сложно. Но пробелы. Иногда можно все-таки себе, например, если не критично, сделать пробелы, да, если они так как бы не нужны по жизни, да, для удобства чтения, для удобства чтения. Вот, то X говорит, не учитывай пробелы. То есть, эти пробелы это просто для удобства. То есть, он их как бы вырежет. Здесь у нас А, Б, С очень хорошо попадет. Вот. Вот, значит, далее у нас что там идет? Далее у нас, ну, Д, Д это что? Тоже ограничение, да, строки, если строка не заканчивается переводом строки, переводом строки. И маленькая, очень опасный модификатор, мы о нем поговорим, это когда мы дойдем до функции pre-replace, он там. С ним надо быть осторожнее. И U. Значит, большая U, она банально включает ленивость по умолчанию, чтобы вопросиками не перегружать код. А маленькая U, он включает UTA8. Да, то есть, можно уже многобайтовая кодировка. А переливать и использовать. Вот. И, соответственно, да, теперь, только что мы смотрели для этих целей несколько функций. То есть, одну всего лишь pregMatch, да, стандартная pregMatch функция, как мы сказали, да. На самом деле у этой функции, помимо того, что мы можем передать, помимо того, что мы можем передать шаблон, строчку и массив, можно еще передавать некие флаги в виде, этих самых, констант, да. И, например, это offset. Ну, условно говоря, например, можно сказать, что, да, там, начиная, например, вот тебе страха, но только надо ее разбирать не сначала, а с какой-то там конкретной позиции, предположим, да. То есть, я тебе задаю offset, да, то есть, начинай не сначала, а с какой-то конкретной позиции, предположим, и так далее, и так далее. Но, обратите внимание, что pregMatch, pregMatch в любом, так сказать, своем представлении, он ищет до первого хождения. То есть, я нашел, и все. А что, если я хочу найти все, что там есть? На этих целях у нас есть pregMatchAll. PregMatchAll, да, который не останавливается на достигнутом, он ищет все, а вдруг там есть еще. И все это дело выбирает. Все это дело выбирает. В результате мы получаем многомерный массив, многомерные массивы, да. То есть, у нас он идет, да, то есть, он будет так и выбирать, да. То есть, например, 0 это то, что совпало вообще, да, то, что совпало вообще. И будет 0,0 это то, что совпало, 0 это совпало первое, 1 совпало второе, 3 совпало третье и так далее. А если мы при этом выбираем в кармашке в круглые, то пошло 1,0 то, что попало в первый кармашек для первого ухождения, 1,1 то, что попало во второй кармашек и так далее. и так далее. Можно сделать по-другому. То есть в нашем случае у меня выберется сначала, вот видели, да? Сначала выберется то, что вообще попало. B, example, B, div, test, div. На первом уровне, да? Все попало, все попало. Теперь кармашки пошли. Кармашек example, кармашек this and test. Если я хочу их как бы поменять, чтобы у меня что попало, кармашек, что попало, кармашек. В этом случае можно указать флаг trackpatterorder, да? И тогда он выберет его, то есть тогда он будет его выбирать именно так. Сначала что попало, что попало в его кармашек, что попало, что попало в его кармашек, да? Вот. И так далее. И так далее. Функция pregreplace. Что? Replace, понятно. Меняем. Шаблон, да? Каблон. Сначала передаем. Вот. Потом. Значит, на что меняем, да? И где меняем? Спрокат. Ну, там можно еще и не надо. Значит, здесь интересная вещь. Здесь используются внутренние переменные регулярных выражений. Да. Смотрите, что у нас происходит. Да? Вот паттерн. Вот паттерн. Вот паттерн. Это строка. Давайте прочитаем. Что у меня в паттерне написано? Сначала ты находишь... У меня обращение. Регистра независимость. Видели, да? Тык-тык. Регистра независимость. Да? Сначала ты находишь любые буквы... Любые буквы. Да? Вот он. Трэм-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Правильно, да? Но не просто находишь, а сохраняешь их в переменную, которую я буду еще использовать. Соответственно, он ее сохранит в переменную. Переменные долларом и цифрой. Доллар один. Доллар два по очереди. Доллар три. То есть, он ее сохранит. Доллар один. Потом идет пробел. Вот он. Потом идет цифры. Минимум одна, сколь угодно. Один пять. Уперся в запятую, все остановился. Отлично. Сохрани ее в переменную. Он ее сохранит в переменную доллар два. Потом идет запятая пробел. И опять цифры. Да? Цифры сохранит в переменную номер три. Да? Реплейсмент. А теперь поменяй на... Поменяй на... Доллар один. Доллар три. То есть, у меня будет теперь запятая. Запятая пробел, наверное, там. Да? То есть, теперь я получу на выходе April пробел 2003. Согласны? Есть там пробел, конечно. Или запятая. Или запятая. April. Запятая 2003. То есть, теперь, что такое вот эти слэши? Зачем они? Эти слэши, да? Эти слэши, да? Это экранирование, да? Доллар. Это экранирование доллара. Правильно, да? Вот. Теперь, зачем... Вот. Видите? Слэши? Доллар три. Теперь, смотрите. Зачем я... Зачем я... Вот. И это дело... Вот. А, не, вру. Знаете, что у меня будет? Я ошибся. У меня будет так. Април один вплотную к нему, потом запятая 2003. Точно так. Април один. Знаете, почему? Потому что вот она переменная первая. Да. Знаете, зачем фигурные как раз стопки сделают? Именно для того. Если я их не поставлю, то тогда он подумает, что переменная называется доллар одиннадцат. А такой нет. То есть, я заэкранировал доллар один переменная, а один – это число. Да. Доллар три. Да. Доллар три. А вот, обратите внимание, тот самый, тот самый, видели, модификатор I. Почему он опасный? Он позволяет в регулярном выражении использовать напрямую функции. Посмотрите. Это строка. Видели? Я тут прямо в строке, в строке вызываю структуапер, передавая туда два, два – это 15, кстати. Ну, если вот это. А, хотя здесь у меня по-другому учебу. Здесь у меня какое-то другое. Это вообще не это, да? Здесь просто пример. HTML-боди какой-то, да? Условно говоря, какой-то там HTML-боди передается, я там что-то ищу. А что еще? Теги ищу, кстати. Ха! Чувствуете, что я здесь делаю? Я получаю на вход HTML-ный документ, вытаскиваю название тега и привожу его к верхнему регистру. Вот он. Привожу его к верхнему регистру. Ага. Вот. Поэтому это дело достаточно опасное. Вот. Ну и... И последняя у нас функция PrecSplit. PrecSplit, которая позволяет разбивать на куски, то есть возвращаясь на фактический массив. То есть шаблон Subject, да? Например, PrecSplit по вот этому шаблону вот эту строчку. Вот эту строчку. То есть, грубо говоря, да, он ее разобьет по там что-то запятая. Вот так получится. Вот это, потом это. Например, да, там по пробелам или что-то. Можно указывать флаги, можно указывать там лимит или что-то еще. Или что-то еще. Ну, например, вот такая вот вещь, например, минус один. Вот так вот. Слэш-слэш минус один разобьет ее по символу. Вот так вот, да? Вот. Например, да, разбей по этим самым там, по пробелам, предположим, да? Вот. То есть разное там есть. Всевозможное. Можно там тоже задать начало, задать конец. Так или иначе, та или иная функция разбилок на части. Функция разбилок на части. Ну, еще раз говорю, да, то есть здесь просто надо сесть, ну, это в любом языке, собственно говоря, да? Когда есть необходимость этого дела, надо просто сесть и как из кирпича все эти суставы. Для помощи, да, обычно я так показываю, есть вообще хороший сайт для этих целей, да? Хороший сайт, который называется, называется regxlib.com Вот он. Значит, что здесь хорошо? Во-первых, здесь масса уже всевозможных заготовок. Вот видите, ссылочка. Browse Expressions. Здесь ссылки разбиты, эти самые, шаблоны разбиты по категориям. Email, URI, номера, адреса, даты и время, марка, код и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, видите, шаблон, человек сразу пишет, что пропускает, что не пропускает. Вы в любой момент можете набрать тест, нажать тест и протестировать его здесь, да? Например, а вот пройдет ли у меня, например, такая штуковина, да? И, естественно, да, видите, он прошел. Вот. И, соответственно, можете здесь подправлять, что-то такое писать свое, и протестировать, в принципе, да? А вот такая вот пройдет, например, а вот такая вот пройдет, например, да? Условно говоря, раз, вот видите, видите, новый зал, да? Значит, ничего не прошло. И можно здесь все это дело подставлять. Так сказать, уже тренироваться и набивать. Да? Вот такая вот у нас, так у нас обстоят дела с регулярными выражениями. Бам! Перерыв у вас наступил. Пойдет речь про namespace, да? Кро пространство имен, вещь, которая появилась в PHP 5.3. Ну, штуковина, сразу скажу так, неоднозначная, потому что она еще и сделала, как всегда, такой косты. То есть, пространство имен очень хорошо, конечно, смотрится органично в тех языках, в которых они изначально, там, C-sharp, тот же самый Java, предположим, да? Вот. Но, и я скажу так, это может быть, вряд ли кто-то из вас там будет их использовать, да? Потому что все-таки они именно что, ну, нужны с точки зрения больших проектов, да, каких-то. То есть, идея, основная идея в чем? Основная идея в чем? Пересечение имен, функций, констант и классов. Да? То есть, я пишу, условно говоря, класс. Класс юзер, правильно, да? Где, да, мой файл, мой код будет использоваться где-то в одном проекте, в другом проекте, в подпроекте и так далее. Где гарантия, что там тоже человек не будет использовать класс юзер? Правильно, да? Вот, дурдом. Правильно? Поэтому, как правило, константы те же самые, как правило, там, мы пишем какие-то префиксы, там, my user, да, или что-то еще. Ну, как-то так обозначаем, чтобы 100%, да, не пересекровать. И вообще во всех технологиях есть, например, в СМЛе, да, есть такое понятие пространство именных СМЛ, да? То есть, именно для того, чтобы избежать конфликтов. То есть, чтобы было, то есть, даже если мой класс, моя функция, моя константа попадет в любой проект и там, да, то есть, они будут разнесены по именам. Скажем так, они не совпадут. Вот. И, еще раз говорю, да, ну и для удобства там используются. То есть, опять же, namespace касаются, да, пространство имен касается только трех вещей. Классов, функций, константа. Все, больше ничего. Разделителем у них является вот такой вот слэш. Долго шли споры, какие делают разделители. Вообще, во всех языках, которых больших, да, которых есть в пространстве имен, там используется двойной двоеточий. Вот. Здесь тоже настаивали на этом, но сказали, вот, у нас двойной двоеточий, это же класс, да, разделяет. Помните, константы, да, классы и так далее. Люди могут запутаться, могут неправильно понять, поэтому, в конце концов, приняли решение вот такой случай. И появилась все в доконстанте, соответствующим названием, namespace, для того, чтобы узнавать namespace. Так, namespace. константы. То есть, значит, во-первых, как они декларируют. То есть, грубо говоря, когда я описываю функции, классы и константы, да, я их описываю в своей песочнице. В своей песочнице. То есть, как их декларировать? Вот таким вот образом. Например, namespace, my project. То есть, я задаю пространство иное. Я говорю так, все, что описано ниже, все, что описано ниже, опять же, это относится только к константам, к константам, классам и функциям. То есть, между ним кода никакого там нет. Между ними. То есть, это как бы объявление, да, класса, декларация класса, декларация функции и констант. Никакого кода там нет. Вот. Относится, вот к этому пространству имен. К этому пространству имен. Обратите внимание, что вот это ключевое слово namespace должно быть первым в коде. То есть, до него не должно быть ничего стоять. Если что-то будет, то это будет ошибка. В коде вообще. Нamespace что-то, пустая строка и пошло, 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 пошло. Это такой первый. Как они объявили? А там уже пошли объявлять. Теперь, следующее. Мы можем выстраивать иерархию пространств имен. Например, myproject slash sub slash level. Обратите внимание, сразу, это просто строка. Это не значит, вот если у меня вот такое пространство имени есть, это не значит, что у меня существует пространство имен myproject просто отдельное. понимаете, грубо говоря, это просто мне так захотелось просто назвать. Конечно, ну, как бы, совет, да, делать так, чтобы у меня действительно было myproject, действительно был sub и действительно был level. Но это вовсе не обязательно. То есть его может и не быть. Понимаете, в чем дело. Да, просто я так поименовал. Вот. Вообще классика пространства имен, если уж так делать, их, то есть делать именно как, чтобы они соответствовали папкам в файловой системе. То есть у меня есть папка myproject. Все, что в ней относится к классу пространства имен myproject. Это не обязательно. Еще раз, да, то есть само пространство имен это просто некая строка. Некая строка. Вот такого вида. Но лучше, в ней есть папка sub какая-то. Соответственно, в этой папке все, что относится, и это пространство myproject sub. В sub есть папка level. Значит, это все относится к sub папка level. Это вообще это правильно со всех точек зрения. Это не обязательно, но это правильно, это удобно. И все все поймут. Понимаете, то есть пространство имена не создан именно для этого, чтобы именно такую аналогию сделать. но еще лучше, если бы это будет в реальности и физически соответствовать папкам. Тогда будет вообще все удобно. Тогда будет и самим понятно, и всем понятно, идеология вот именно такая. Теперь, как их объявлять и использовать? В принципе, все это дело можно сделать в одном файле. То есть описать так namespace my project это к нему относится, потом namespace another project это к нему относится, но это не совсем хорошо, не красиво, не удачно, мы запутаем все. Второй вариант, как можно сделать? Как можно сделать? Можно сделать то же самое, обратите внимание, заключить их в фигурные скобки, фигурные скобки, между ними никакого кода тоже не должно быть, то есть это вообще файл фактически только для того, чтобы в нем содержались пространства имен, но так тоже не надо, так тоже не надо. Можно сделать вот так, смотрите, namespace my project фигурные скобки видели, да? А это просто namespace, это глобальное пространство. А вот это глобальное пространство. Если namespace не указан, он не является глобальным пространством, да? Вот, но так тоже не надо, надо делать как? Грубо говоря, как класс. Отдельное пространство имен выносим в отдельный файл, это очень удобно чем? Конец файла является концом пространства имен автоматически. То есть не надо ни о чем думать. То есть myproject.php namespace myproject написали чего угодно. То есть объявили константы, декларировали функции, класс. another project.php namespace another project. То же самое. В индексе здесь namespace не указан, если он не указан, это глобальное пространство практически, да? Подключаем один, подключаем другой. Где заканчивается myproject, там он сам его закончит. Там, где его файл закончился, там он и закончился. Это самое идеальное и самое удобное. Теперь, вот, да, или так, ну, здесь, здесь у меня пример какой. Мы подключили два пространства имен, условно говоря, в глобальное, правильно, да? Но мы можем одно в другое подключать. То есть у меня есть вот такое пространство имен, я его подключаю в другое. То есть я говорю так, это пространство another project. Я подключаю myproject, здесь, кстати, все, что вот здесь я напишу относится к another project.php понимаете, да? А этот, как бы, то есть, грубо говоря, ты и сам отслеживаешь. То есть фактически вот это вот дело, это вот она, вот его граница. Вот это граница myproject. А вот это вот все, это another project. Я спокойно могу здесь что писать, объявлять, оно все относится к another project. Потому что это граница. То есть даже думать не надо. Где начало, где конец. Все очень удобно. Вот. Теперь, здесь, значит, как с ними работать, да? Здесь, опять же, полная аналогия с файловой системой. Полная аналогия с файловой системой. Да? То есть, условно говоря, смотрите, если я, вот вспоминаем HTML, например, да, мы пишем ahref. ahref. футикст. Что значит футикст? Это то же самое, что в текущей директории относительно моего файла есть футикст. Правильно? Если я пишу, например, ахref, в самом директоре слэш футикст, это значит, в текущей директории есть сам директоре какая-то в ней футикст. Правильно? А если я начинаю вот с такого слэша, то где бы я ни находился, я начинаю плясать под корни. Правильно, да? Файловая система, ничего нового, все мы это знаем. Та же самая ситуация и здесь. У нас как бы три правила доступа. Самое такое правило доступа, которое соответствует текущей директории, это unqualified made. Unqualified made. То есть, например, у меня есть файл project.php, в котором объявлен namespace project. Класс connection. Есть файл global.php, в который project инклюдится, там тоже есть класс connection. Это два разные connection. Два разные connection. Понимаете, да? Вот, теперь, если я внутри проекта, вот здесь в этом пространстве обращусь к new connection, например, вот так, будет использоваться вот эта connection, что я внутри него, текущая. Если я в global обращусь к new connection, будет использоваться эта connection, текущая. Там это текущая, здесь это текущая. То есть, когда мы обращаемся просто, используется текущая это дело. понятно, то есть, нет никаких проблем. Нет никаких проблем. Вот. Несмотря на то, да, несмотря на то, что я, например, в этот файл 2 подключаю файл 1, файл 1, да, файл 1, вот, я пишу в файле, находясь в файле 2, я пишу full, у меня будет использоваться его full. FullBass будет использоваться его fullBass, то есть, текущий. Текущий. Здесь отдельный разговор про константы и функции. Смотрите. опять же, возвращаемся к Project. Смотрите, в глобальном файле у меня объявлена константа full и константа bar. В Project у меня объявлено только full. Если я напишу echo, full и bar в глобальном пространстве, у меня выявится global global. Если я напишу echo, full и bar в Project, у меня выявится project и global. То есть, поскольку в Project bar не указан, этажом выше, а указан ли там, такой, как переменный в яусте, фактически, а указан ли он там, а указан ли он там. Но это касается только констант и функций. Только констант и функций. с классами такое дело не пройдет. Смотрите, namespace full константа и о. Обратите внимание, какая она константа. В PHP штатная константа. Плевать я это хотел. Это моя константа, она указывается в этом пространстве. Это моя константа, мой exception и мой count. в этом пространстве я сижу. Эхо count. Я вызываю свой count. Вопрос, как обратиться к родному count? Вот так. Слэш корень фактически, да? Корень. Глобальное пространство имен. Это глобальное. Это мой стерленд. А это глобальный стерленд. А это глобальный exception. Как переписать? Опять же, name space full. Стерленд это моя стерленд. Эхо стерленд, вызываю, ретурн. А теперь смотрите, я говорю так, смотрите, трим это глобальный трим. Я ему не пишу слэш, потому что его здесь нет. Это функция. Если он здесь не найден, он идет туда, выше, 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 выше. Правильно, да? А стерленд у меня моя. Поэтому здесь я уже к родной стерленд обращаюсь через вот это дело. Через вот это дело. Это остальные функции. Однако, с классами такое дело не прокатит. С классами такое время. namespace ABC мой exception. Обратите, мой класс exception наследует настоящей exception. New exception это мой. new slash exception это тот. New array object у меня этого нет и будет fatal error. Потому что вот это если нет дай у родителя на классы не распространяется. Только на функции и на константы. Автоматом это там этажами выше не ищется. следующее это был unqualified qualified qualified name то есть когда мы указываем как-то что-то и куда-то опять же смотрите это тот самый global в который project выключит project в который subproject выключит а subproject имеет соответствующий namespace и тоже класс connection вы помните что у него есть connection и у него у всех есть connection теперь теперь в пространстве project чтобы обратиться к этому connection я пишу sub connection то есть грубо говоря получается каким образом получается так это пространство имен понимаете он же project project slash sub slash connection в глобальном пространстве имен это приведет к ошибке в глобальном пространстве мне придется написать project slash sub slash connection правильно вот так потому что внутри глобального есть project а в нем уже sub и так далее еще раз представьте себе те же самые пути те же самые папки все абсолютно аналогично соответственно здесь 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 аналогия та же самая та же самая папки 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 как бы вот то есть зависимость от того куда нам обратиться и full qualified name это когда мы всегда обращаемся от слэша то есть все от корня всегда корень и подряд то-то 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 корень то-то 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 корень то-то 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 все вот таким вот то есть можно так уже так он то есть находясь своей подали сестры у меня условно говоря на namespace namespace называется фу бар фу бар да и у меня здесь константа а условно говоря то я могу к этой константе обратиться просто тупо а потому что я и здесь я здесь и нахожусь собственно говоря я не могу не вообще я например не могу не обратиться предположим вот так потому что вот так это будет значит это плюс это а такого нет вот так вот а вот так могу танцу оттуда тык 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 он ее нашел то есть я здесь я могу либо так обратиться либо так обратиться к этой константе по-другому я к ней не могу потому что любое да что-то перед этим без корня это будет означать вот это плюс 100 как с файлами как файловая система как файловая система это плюс 100 следующему это мы посмотрели да смотрите мы можем в принципе да мы мы умеем использовать динамические именно например у нас есть какой-то класс функция и константа классу я могу обратиться вот так правда то есть я могу имя класса присвоить перемен на искать обжиг new а правильно я получу функция тоже также могу присвоить имя функции обратиться б круглые стопки получу функции правильно да даже константу я могу вызвать через функцию константа констант имя функции я получу туда сам имя изменить констант я получу туда сам то есть мы можем динамически это присваивать спокойно правильно да вот то же самое у нас есть и здесь тоже самое у нас есть принципе вот например обратите внимание да точно так же точно так же это 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 классный облик new классный вот у нас там что такое сделать да вот если же у нас есть namespace да то мы можем даже указывать и namespace вот таким вот образом вот таким образом понимаете да вот потому что да то есть просто если да в глобальном коде это я обращаюсь к обычному классу да где-то еще что-то такое прочее namespace я указываю например нс слэш классный object new а соответственно что это такое это то же самое что и нс слэш классный то есть они точно также являются как бы составными частями этого делать будьте аккуратны друзья мои с двойными кавычками если мы используем это не одинарные а двойные то нам надо слышим удваивать так на всякий случай у нас это дело вот так вот вот так вот но спокойно подставляется вот следующий момент удобство в чем импорт и псевдонимы смотрите например у меня есть файл вот мой файл да я в котором работаю я работаю в пространстве имен фу у меня здесь есть класс бар этот бар это бар обратите внимание да это вот этот из пространства теперь я подключаю ну понятно инклюда там где-то сверху стоят вы понимаете он сам не подключается сначала я все это дело проинклюдил там миллион инклюда стоит да откуда вот и теперь я их использую use my full class name как бар что это означает это означает что в каком-то из подключенных файлов есть пространство имен my full а в нем есть класс по имени класс класс name я ему даю псевдоним бар я ему даю псевдоним бар ну а зачем это такое длинное искусство это как SQL вспомните что есть кто-то 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 самая ситуация потом потом my full да где да в этом же где-то в этом файле в этом же пространстве имен есть класс ns name например да может быть поможете константа кто его знает что туда есть вот и обратите внимание юз слэш рэй объект да я собираюсь использовать глобальный класс теперь я говорю new bar обратили внимание юба данный момент я обращаюсь вот этому классу не к этому потому что я его переписал чуть ниже да я сказал под баром я имею ввиду этот класс поэтому юба блин а как мне теперь к этому бару обратиться вот так namespace слэш бар текущий namespace текущий namespace то есть вот в этом вот вот так мы обратились грубо говоря я часть какую-то часть я импортировал какое-то пространство имен какую-то его часть мог и все они на самом деле я был бы импортировать и вообще и снм и слэш сап нс когда я просто фанк обратился бы да и как бы дополняют эти берут часть то есть мне эту часть уже не надо писать я ее уже писал то есть я ко второй части обращаюсь вот таким вот образом new array object какой array object глобальный я же вы импортировал например множественный импорт через запятую может быть да use my full то есть классный из этого дела как another и плюс вот этот кусочек теперь могу добавить object new and other это вот этот класс name name south fuck соответственно подписываю так вот и все то есть достаточно коротко чтобы мне видео поцелу вот ну динамические имена здесь тоже можно точно таким же образом использовать да из перемен как угодно вот есть так та же самая ситуация да та же самая ситуация new and other это вот это дело слэш это кто-то где-то в глобальном пространстве имен работает надо слэш сам класс что это такое это означает что да это вот это да надо это псевдоним вот этой части строки то есть фактически вот это дело я дописываю вот сюда это это опять же глобальная часть всем до константы namespace ну понятно что она делает она возвращает имя пространство имена если это глобальное пространство возродится пустая строка у него нет пространства имена вот и все да то есть смотрите вот примеры да привожу на это есть namespace а который импортируется в бдф среди как эфис вызывает фунт а пылька что сначала мы смотрим нет ли у нас а объявленный фунт правильно и так вызывает если нет зовем колок глобаль слэш фунт сразу зовем колокольчик май слэш фунт текущее а добавляем к нему май где вышел а слэш май слэш фунт у меня такого нет предползает зол в он вот ищем с есть место глобинг глобальный То же самое это с функциями, да? Здесь у меня был пример функций. То есть функции, они либо ищутся здесь, если их нет, идем туда. Классы. Классы, помните, да? New B. Ищем класс B здесь. Правильно? Если нет, будет ошибка. New D. New D. А D у нас вот. Соответственно, вызываем D. Вот этот D. F. Вот он. Мы говорим, на самом деле это не F, это E. C. E. Это во всех случаях ищем глобально. Разница. У функции F, функция, сюда не смотрим. Потому что функция может быть либо местная, либо глобальная. В этом случае, да? Класс, вот это. Но это может оказаться, это может быть просто, ну, да, это может быть просто пространство имен, но может оказаться и класс. Все зависит от того, как мы к нему обращаемся. Вот. То же самое. B. Фу. Если здесь что-то стоит, это значит, мы берем это и ищем такое пространство. То есть, A слэш, B в нем фу. Да? То же самое. D. D. D у нас уже импортировано. Соответственно, это не что иное, как D. Это класс, это его метод. Это глобально. Это глобально. Слэш в самом начале и самый легкий. И самый простой. Вот. Текущее, да, пространство. Опять же. A слэш, B. Правильно, да? A слэш, B. Еще раз говорю. А. А, это значит, A, A, B. То, которого у меня нет. А вот так, это нормально. Это значит глобальное, плюс это, плюс это. Вот. Или namespace. Да? А, B. То есть, текущий namespace, вот он, namespace, это аналог текущего пространства. Неймспейс, текущее пространство, слэш, B. То есть, у тебя где-то в B должна быть функция. Вот. А может и так. Вот. Вот такая штуковина. Вот такая штуковина. Ну, на самом деле, все это, в принципе, в той же самой документации написано. Обратите внимание, да? То есть, если вдруг приспичит, просто вспомните файловую систему. Ну, тут опять же, надо просто набить руку. То есть, сидеть, да, так, посмотреть вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. То есть, зато никаких пересечений. Особенных не будет. Вот такая вот штуковина. Ну, давайте, кстати, посмотрим namespace. Ну, namespace, они же в этом, да, объявлены. Вот здесь они, по-моему, должны быть, да? Вот они. Вот, пространство имен. Вот, в принципе, все. То же самое. Вот они. Вот, определение под пространство имен. Вот. У меня даже примеры отсюда все. Вот оно. ну и последнее о чем мы поговорим сегодня последнее о чем мы поговорим сегодня это мы поговорим о такой штуке под названием юнит тестинг или модульное тестирование ну опять же достаточно такая замороченная я поэтому обзор надаю чтобы вы знали потому что вообще знать что такое это уже человек человек что то делает понимаете не просто так вот в чем идея в чем идея у нас надо необходимо есть необходимость тестирования постоянная постоянно проблема в чем многие люди ну никому собственно говоря не нравится тестировать потому что это все заморочено вот поэтому да нужно какая-то вещь которое было бы легко писать с одной стороны да быстро писать да еще и хорошо и хотелось бы писать мы в данный момент как большинство то есть очень просто эхо кто-то эхо кто-то нормально ну мы-то сами делаем вардам да все такое прочее да потом потестировали побежали все это комментировать там да где-то что-то забыли оно выскать мы долго упорно ищем в общем с ума сойти вот более продвинутые используют например такую функцию под названием ассор мы о ней еще не говорили есть такая ассор знаете да функция для тестирования замечательно ассор это утверждение она возвращает true или false то есть true если выражение верно false если выражение не верно есть один плюс перед перед всякими эхами и прочей фигной ее можно в одном месте включить в одном месте отключить то есть вот такая вот функция ассор вот так ассор мартам и какой-то варда пример 2 плюс 2 а вернет 2 плюс 2 равно 4 она ровно варятую а равно 5 она вернется вот на нее можно полбать функцию повесить ассор общем с ассор колбак описать колбак она очень похожа на файл у колбак да это файл олайн код будет передаваться на который будет вызываться когда у нас ассор будет срабатывать туда будет он будет дергать каждый раз это дело можно записывать например файл ее можно через эссорт актив единицу ноль выставить отключить или включить то есть вы можете по всему коду раскидать эти эссорт а потом когда не бегать закомментировать просто выставить в ноль и они все перестанут работать при необходимости опять функция понимаете ассорт ворнинг выдавать ворнинги или не выдавать ворнинги то есть например вы если вы описали свою колбак функцию то вам эти ворнинги ненужны взяли их вывести понимаете там разное такое да то есть точно так же можно делать но более такой совершенный способ это то что называется юнит тестинг модульное тестирование в чем идея его фактически можно протестировать каждую функцию каждый класс ну там не буквально классы методы своей песочности понимаете то есть я пишу какой-то класс он у меня уже работает мне нужно вставить туда метод нужно посмотреть как ответ будет работать с этим методом вот с этим методом понимаете сразу причем не заберет мне как бы не как обычно делаем да вот если я сейчас попытаюсь здесь сделать ошибку то эта ошибка у меня еще десятки других ошибок помните ну мне нужно спровоцировать ошибку да сгенерировать посмотри как это будет поведение да эта ошибка поведет еще 20 ошибок значит я говорю ага пошел то-то-то-то-то-то временно закомментировал так вот здесь та та самая ситуация то есть мы можем любую часть любой класс любую часть класса протестировать свои песочницы причем вместе с другими классами вместе с другими этими делами да у нас в php для этих дел есть на самом деле две вещи у нас есть симпл называется симпл тест и php юнит ну php юнит она более популярная и более такая продвинутая он тоже устанавливается как пир как вчерашний да мы php это самые документы смотрели как пир у нас он тоже установлен у нас он тоже установлен у него адрес есть тут можно посмотреть там разные версии на самом деле у него на самом деле там просто много всего да просто много всего То есть, идея в чем? Понятно, подключаете его необходимые файлы. Он состоит из набора тестов. Там такое, если я тестирую какой-то класс, то тестовый класс должен называться так же, как мой класс, плюс в конце слова тест с большой буквы. Например, если мой класс, значит, тест будет называться myClassTest. Методы, они должны иметь приставку тест маленькими буквами. Если мой метод называется myFunction, значит, тест будет называться testMyFunction. Да? Вот. Соответственно, если я решил протестировать этот класс, я его должен унаследовать. Это самый основной класс, называется phpUnitFrameworkTest. Кстати, обратите внимание, как он написан. Видели название? Знаете, что это такое? Вот сейчас в современных версиях у него уже не так. В современных версиях там стоят. Это эмуляция namespace. Тогда, когда не было namespace, как-то нужно было показывать. Вот так. На самом, в реальности у него действительно, вот это вот дело, у него действительно лежит, вот, мы подключаем. У него действительно есть папка phpUnit, вот, мы из нее подключаем файл. В этой папке, там действительно фреймворк php файл называется, а в нем класс, который называется testCase. Вот он его вот так вот, ну, грубо говоря, тогда testCase. Вот он, это дело, этот класс, собственно говоря, он обозвал именно вот так, а он его обозвал именно вот так. Тогда ему приходилось. Понимаете? Сейчас при namespace он бы просто слэш, слэш поставил. Это просто так. А потом мы делаем, смотрите, у него тоже эссер, да, могу сразу сказать, у него там больше несядка, там их несколько несядков, этих эссерков. Ну, три самые такие, да? Эссер true возвращает, если выражение true, то есть он возвращает true, если выражение true. Эссер false возвращает true, если здесь выражение false. Эссер equals возвращает true, если эти два выражения между собой равны. Да? То есть, фактически я и спрашиваю, здесь true, он говорит да, а я и говорю, здесь false, он говорит да. Да? Он говорит да. Понимаете, в чем дело, да? И запускается это все, командная строка, expunit и нужный файл. Нужный файл. Но, обратите внимание. Так, сейчас я на самом деле здесь, надо будет перейти куда-то, да? Так. А, вот, нашел. Чтобы не писать длинных путей. Перешел в эту папочку, да? То есть, смотрите. Идея в чем, да? Идея в чем? Вот, вот он у меня. Вот до того, до того, вот смотрите. Вот стандартная наша задача. Как я тестирую, да? Вот я осуществляю тестирую. Вот у меня есть пустой массив. Вот у меня есть массив с элементом. Правильно, да? Принт, каунт. Принт, каунт. Пустой, не пустой? Принт, каунт. С массивом, не массивом. Принт, да? Понятно, да? То есть, мы так обычно тестируем. Согласны? Вот. Потом нам приходит в голову другая идея. Мы говорим, что-то надоело. Вот это, смотри. Давайте мы более совершенное что-то напишем, да? Принт, каунт. Если ноль, пишем окей. Если не ноль, пишем нот окей. Уже лучше. Правильно, да? Потом мы говорим, блин, что-то у нас одинаково много строк. Давайте напишем функцию отдельную. Пишем функцию, которая будет возвращать либо true, либо for. Вот, когда человек доходит вот до этого вот уровня, это означает, что он готов уже к любому тесту. То есть, фактически, он вот это вот уже до этого дошел. И вот у меня есть. Смотрите, а теперь мы тестируем среди тестов. ArrayTest extends test condition. As condition, да? Что у меня здесь есть? Значит, пустой массив. Assert equals. Ноль count. То есть, если там ноль, он должен вернуть true. То есть, я говорю, надо вернуть true. То есть, этот тест пройдет, условно говоря, если там ноль. Довольно? Здесь я тоже на equal. Я добавляю какой-то элемент. Давайте добавим элемент. Добавим. Теперь у меня там, да, соответственно, должно равняться, да? То есть, то, что там лежит, там должен быть, лежать значение. Элемент. Плюс должно быть единица. Вот. Извлекаю элемент, обратите внимание, извлекаю элемент pop. Опять там должно быть ноль. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь я пишу. Теперь я пишу. Листы. Юнит. Один. Внимание. Один тест, пять assertions. Все хорошо. Я даже не смотрю. Я даже не смотрю. Один тест. Тест – это метод. Метод – суттест. Один тест. Раз, два, три, четыре, пять. Все круто. Представьте себе, что я где-то здесь облажался. Вот так. Я даже не смотрю, что там есть. Я запускаю, он мне говорит. Опа. Тикс. Одна файлура. ArrayTestTestCondition. В каком классе? В каком методе? FailedAssertion. Видите? Ожидается единица. Ой, точнее нет. Ожидается 12. Пришла единица. Пришла единица. Я говорю. Видите? Файл. Тест один. Assertion успешно прошло. Три. На четвертом загнутся. На четвертом загнутся. В тринадцатой строке, к слову. Я могу и так, да? Или на третьем. А, на третьем он загнутся. Да, он до этого не дошел. Вот и все. Раз. Пошел. Отыскал. Подправил. Туда-сюда. Три Assertion. Да, из него один. Так говорю. Бам-бам. Все хорошо. Вах. Таких Assertion, как я, Assert, я уже сказал, да? Их много. True, False, Equals, тот, а тот. Там их несколько десяток. Любучи. Хм. Сказали мы. Хорошо. Но. Но. Продолжаем. Все это дело, да? Но. Смотрите. Какая ситуация, да? Давайте-ка мы сказали, сделаем вот такую вещь. Делаем два теста. Сделаем два теста отдельные. Это тест на пустоту. Верни Assert True, что это empty. И это тест на push. То есть мы здесь, что значит push, да? То есть мы там добавляем какое-то значение и проверяем. Пустое, пустое. Видите, да? Оно должно быть равно этому и не должно быть пустым. Понятно? А это тест на извлечение. Извлекаем и опять он должен быть пустым. Да? Да? Вот. Смотрим сюда. Что там? Все там? А, ненормально. Видели? Ненормально. Один эррор. Эррор. Какой? Аргумент, передаваемый в стак тест, тест поп, должен быть эррей, а ничего не передали. Три теста, три Assert на одном загнулся. Вот. Как это говорю? А очень просто. Опа, смотрите. Ведь действительно, чтобы извлечь... Здесь-то у нас нормально, да? Чтобы извлечь откуда-то, нужно сюда что-то передать. А сюда ничего не передается. Понимаете, в чем дело? Понимаете? У меня везде, видите, какая проблема? Проблема в том, что я здесь создаю пустой массив и его тестирую на пустоту. Здесь опять создаю пустой массив, впихиваю в него. Опять создаю пустой массив. Итак. Ребят, а может быть, напишем отдельную функцию, которая создаст пустой массив, а потом передадим его в функцию, в которой в него что-то добавили. А то, что добавили, передадим в функцию, которая из него что-то уберет. Вопрос. А кто передавать будет? Кто человеком будет? Сам. Будет сам передавать. Как это? Очень просто. Очень просто. Depends называется. Depends. То есть, смотри, говорю, вот у тебя два теста, метод, метод. Вот этот метод зависит от этого. Ключ у него такой хитрый. Так, собака Depends, имя метода, от которого этот зависит. Этот зависит от этого. Опаньки. Сказали мы себе. Смотрим. Смотрите теперь, что у нас есть. Смотрите. Тест Empty. Создали пустой массив. Создали пустой массив. Проверили. И вернули его. Return R. А куда он его вернул? А очень просто. У меня дальше стоит. Тест Push, который принимает массив. Перед ним написано Depends, Test Empty. Что вернет тот, брось сюда. И он тоже возвращает. А здесь написано Depends, Test Push. Что вернет, бросай сюда. Ага. Ага. Сказали мы. Пробуем. Круто. Хоп. Чипс. Все нормально. Три теста, пять утверждений. Вуаля. Вот так. Следующий момент. Источники данных. Что если у меня есть функция? Я хочу ее разными вариантами попробовать закидать. Например, у меня функция, ну внутри функция, например, принимает два значения. Я хочу, чтобы мне нужны разные варианты. 0, 1, 1, 0, 2, 3, 3, 4, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Пусть он заделывает это сам. Называется Data Provider. Как это? Смотрите, да? Смотрите. Вот у меня Test Added, который получает три переменные. Три переменные. И здесь Equals. Третья переменная C должна равняться сумме А и Б. Как мне прочитать? Пишу метод Provider, который возвращает массив. Массив. А этому указываю. Data Provider. Provider. Вот этот будет забрасывать туда и просчитывать. Все это дело. Я даже не смотрю, есть у меня там ошибки, нет у меня там ошибок. Там есть какая-то ошибка, но я не помню где и какая. Зачем мне это смотреть? Он мне сам сейчас скажет. Отлично. 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 Все. Что у нас получилось, да? Что у нас получилось? 4, 4, 1. Вот он говорит. Да, короче. На восьмой строке у тебя тот датасет, который передает 1, 1, 3, ожидается 2, точнее наоборот, ожидается 3, а получается у тебя 2. 1, 1, 3, мне даже строка не нужна, я уже вижу, 1, 1, 3. Это который из них? Это вот этот. Ну, конечно, 1 плюс 1 будет 2, а я передаю 3. Безусловно. Он прав. Хопа. Жип. 4 теста, 4 утверждения. Ха-ха-ха, вуаля. Ха-ха-ха, вуаля. Вот. Следующее что? Бывает необходимость что-то, условно говоря, нечто подобное конструкторам-деструкторам. До, то, го, после, то, го. Да? Это называется тестовое окружение. Соответственно, для этого надо просто описать соответствующие методы. Setup before class, он перед самым началом вообще выполнится. А teardown after class в самом конце, вообще, перед всеми тестами. То есть это конструктор и деструктор. Setup и setdown будут выполняться перед каждым тестом, то есть перед методом. Перед тем, как выполнить метод, после того, как выполнить метод. Assert preconditions, postconditions. Перед любой assert будет перед ним и после него выполняться. И, если произойдет ошибка, выполнится он not successful test. То есть, таким образом можно, как угодно, сколько угодно, раскидать его. Ну, я сразу покажу все. Вот у меня, видели, да? Вот. Это, это, это. Вот он, наконец-то, тест. Assert true. Test to. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да? А здесь у меня not successful test. Not successful test. Жип. Ошибка. Смотрим. Before class. Перед тестом, перед кондишеном. Сам тест. После кондишена. После теста. После теста. Следующий тест. Перед кондицией. Сам тест. После теста. Бум. Он not successful test. Сработал, да? Опаньки. Где-то оно. 25-я строка. Ну, понятно, что у нас здесь assert true, а передал for. Конечно. Передадим вот так. И, естественно, теперь сработает все очень хорошо. Class. Up condition 1. Condition. Down. Up condition. Сама кондиция. Condition. Down. Class. То есть все можем на любом этапе перехватить. На любом этапе. Что угодно. Делаем, перехватываем и так далее, и так далее, и так далее. Базы данных можно заполнять. Базы данных. Вот представьте себе. Мне нужно протестировать базу данных. А что если так? А что если так? А что если так? Ну, там сотни этих самых записей. А еще тысячи, да? Жм. Затем закинуть туда. Понимаете? У него есть три варианта на самом деле, да? Значит, у него есть такой вариант. То есть надо подготовить вот этот набор, который будет туда заливаться. Да? Набор, который будет заливаться. В формате XML можно делать. То есть там какая? Там, условно говоря, как бы table, имя table, имя таблицы, имя таблицы, колонки, колонки, ну и каждая запись. Row value, row value и так далее, и так далее, и так далее. Вот так. Table. Есть формат flat XML, когда каждая запись оценивается в своей вот такой вот вещи. То есть пост, например, здесь имя таблицы является именем самого элемента. То есть пост это таблица, это колонка, ее значение, колонка, значение, колонка, значение, колонка, значение, колонка, значение, колонка, значение. Более сокращенный вариант. Вот. И можно в CSV формате Thomas Eparate Valley. Ну, тут понятно, каким образом это дело делается. Вот таким образом. Вот таким образом. Вот. Все. После этого, ну, тут у них чуть-чуть различается вещь. Тут уже другой класс используется. Тут надо подбивать класс, который называется Data-Based Test Case. Да? Вот. Тут, соответственно, два волшебных метода. Надо писать GetConnection, да? Такой. Вот. И потом уже главное что? Значит, там ситуация какая? Если я использую стандартный XML, то там дергается метод CreateXML Dataset. Если я использую FlatXML, там дергается метод CreateFlatXML Dataset. Вот. А если я использую CSV, там чуть похитрее. Дело в том, что в CSV придется под каждый файл, то есть, если я в один XML все таблицы могу запихнуть, то здесь там не получится. Здесь под каждую таблицу придется свой файл. Поэтому там такая штуковина, как Dataset. AddTable, как бы добавляется файл с таблицей одной, файл с таблицей другой, да? И уже там все это дело вот там делается, да? Ну, у меня... А, я сейчас, наверное, не смогу показать, потому что у меня, кажется... Ну, она здесь есть, просто... У меня, по-моему, база там, которую я хотел бы заливать, она, по-моему, в этой, да? В двушке. Ага, она в двушке, а у нас здесь 5-4, двушек нет. Ну, ладно. Бокс. Вот. В общем, короче, если это дело сделать, то он просто... То есть, он дугорь берет этот XML или что-либо еще, да? И просто его заливает туда. Ну, и, понятно, там сообщает, где у тебя там проблема и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. Там на самом деле не только это. Там можно output и тестировать. Вот попробуйте echo. Смотрите, как echo протестировать. Там можно тестировать. Output. То есть, должно вывестись вот это. Ну, echo должно вывести вот это, вот, да? Непеременное там, например. Должно вывестись вот такая вещь. Echo тестирует, да? Но, смотрите, на самом деле у нас, вот я вам то, что сейчас показываю, фактически я показываю вам, как в случае с рефлекшенами. То есть, как бы, все это по кусочкам, да? То есть, на самом деле, сейчас кажется, что я показываю вам какой-то бред. Я сказал, что это вроде как легко. Ну, а здесь тоже писанины, да, все это. Как это делается? На самом деле, делается не так. Смотрите. Вообще, вообще, те, кто использует юнитетестирование, делают не так. Там принцип такой. Сначала тестирует, пошел переносим по каналу. То есть, создается две абсолютно зеркальные директории. Вот это мой прорезь, это в тесте. То есть, файл там, файл здесь. Файл там, файл здесь. Все одно пунктам метод. Понимаете, да? Понадобилось мне написать какой-то метод. Я там пишу этот метод. Тестирую, пробую, так, так, с этим методом, с этим методом. Кто-то затратит. Когда все хорошо, я его туда переношу, капитал, и он у меня наблючит. Но это зеркало тоже, да? Понадобилось еще какой-то метод, понимаете, написать. Я его туда, опять же, тестирую с этим, 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 как угодно, да? Потом туда. Но главное-то что? Главное, на самом деле, еще раз, то, что я вам здесь показывал, это просто как бы мы кусочки тестировали. На самом-то деле, в реальности у нас же происходит как? Вот смотрите. Вот у меня есть. Ну, единственное, что у меня есть неправильно, это то, что у нас нет зеркальных директорий, как я вам сказал. У меня есть просто все в одной куче лежит, да? В реальности, конечно, это не очень хорошо. То есть, у меня как? Так, у меня реальные классы лежат в папке классы, а тесты лежат вот здесь. Надо бы тоже было сделать классы, там тесты, там это, да, здесь. Смотрите, вот у меня два класса. Два класса. Реальные, это настоящие классы. Класс демо и класс сам демо. Сам демо. В этом классе у меня метод сам, который принимает два параметра, и возвращает их в сложение. И у меня сабтракт. Два параметра возвращает их, соответственно, вычитание. Это вполне себе рабочие классы. Вот они лежат, 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 лежат. Видите, вот они. Видите? Все хорошо. Нет никаких проблем. Есть деление и умножение. Теперь я решился их протестировать. Как? На самом деле мне, в принципе, ничего копировать не надо. Да. Обратите внимание. Все, что я делаю, обратите внимание. Все, что я делаю. Это мой PHP-юнит, понятно, да? Это я тестировать буду демо. Я его сюда просто проинклюдил. Проинклюдил. Сооружаю класс. Сооружаю класс. Класс должен называться как мой. Мой класс называется демо. Значит, мой называется демо-тест. Тест приклеиваю, да? То есть я говорю, смотри, где-то здесь, он же проинклюдился, должен быть класс под названием демо. Какой я метод буду тестировать? Сам. Значит, мой тест должен называться тест сам. Довольно, да? Вот он. Теперь я делаю демо-ю-демо. Asset equals. Дергаю. Демо сам. Передаю 2-2. Сравниваю с четырьмя. Чувствуете? Я этот файл, я в него вообще не залезаю. Он там лежит. Жрать, не просит. Я его здесь вообще тестировать. Он меня там тупо просто подключил. Ждем. Том, пожалуйста, говорит, тест, три утверждения. Все нормально. Почему три? Демо-тест один. Демо-тест один. Все, у меня их два. Equals. Not equals. Раз, ты же, я два. Или он на юдемо, что ли, сработал? Вот и все. Берем, берем, тестируем его же, но уже с сетапом. Чувствуете, да? Чувствуете, да? То есть у меня здесь какая ситуация, да? Я их все в кучу. Я хочу их отдельно протестировать. Сетап в самом начале. Там я сделал, что? Демо. Соорудил. Класс. Правильно, да? Тест сумм. Отдельно. Тест сабтракт. Отдельно. Тир-дауни я ансечу это демо. Ансечу это демо. Все то же самое. Бам. Сижу, смотрю. О, два теста. Два сесс. Нормально. Все хорошо. Все в порядке. Бам. Что-то такое ошибся. Поп. Бабам. Побежал искать. Побежал искать. Понимаете? Мало того, мало того, можно делать вообще за один раз. Да? То есть там есть такой у него класс, соответственно, да? Называется SE. Когда вы космос добавляете. А, тесто. А, тесто. То есть, грубо говоря, вот это вот. То есть, грубо говоря, теперь вот эти тесты все, да? Вот этот, условно говоря, этот тест, этот тест. Например, в одном тесте я тестирую демо. В другом тесте я тестирую там другое там. В третьем это, да? Вот я их сложил. И все собираю в кучу. И одним мафом. То есть, он их все запускает одно время. И он их все запускает одно время. Понимаете, да? И такая хорошая практика, да? То есть, я вот, я добавил демо-ван-тест, демо-ту-тест, демо-тест. Все. Запустил. Он по всем этим тестам пробежался. Все это дело сделал. Понимаете? То есть, такая хорошая практика перед концом, что называется, работы, да, вот те, кто это использует, я говорю, все тестируется чисто вот это, да, там, ты-вы-вы-вы-вы. Потом переносится сюда. Перед концом работы запускается общий тест, который все это проскочил, дру-рр-ррр. Все работает. Упаковали. Все. Никто сегодня туда не лезет. Завтра с утра все до зала достается. Понимаете? Вот, причем, самая фишка еще у него в том, что он очень хорошо работает с этим самым, с x-debug. Есть такое дело под названием x-debug, те, кто делал расширение, которое само по себе очень интересное. Оно там и вардам перезаписывает, красиво выводит, можно сказать, сколько выводить, сколько не выводить и так далее, показывать содержимое гетто, поста, трассировку делать, профайлинг делать, много. Но главное, что PHP-юнит, если установлен x-debug, то можно PHP-юнита с помощью него тесты получив потом, соответственно, записать на него файл, если вы едете, и получил такой процент. Тут легенды, это сам, это все настраивается, это процент использования, эти цифры сам настраиваешь. Я говорю, покажи мне, считай, что если какой-то код, построчный, построчный, если код не использовался, либо от 0 до 35%, считай, покрасит на красный, от 35 до 70% желтый, все остальное зеленое. То есть вы можете сами, да, цифры вариливать. И он показывает, да, причем он делает HTML, вы смотрите, он говорит, всего у тебя, всего у тебя, короче, в твоих тестах было 9 строк, из них использовало 4. Методов у тебя и функций 6, из них использовало 4. Классов у тебя было 3, из них был использован 1. Это общее, да? Потом он идет по папкам, по файлам, если нажать на файл, ты приходишь сюда, и он здесь уже абсолютно конкретно по каждому файлу. Здесь использовано все, здесь использовано не все, но обратите внимание, гениальное, что он делает, да, вот у меня здесь в коде, вот в этом, нет, вот в этом, вот в этом. Есть, видите, есть специальная функция, да, как метод, который я назвал данным. Зачем я его назвал, да? Обратили внимание, что он у меня делается? Return Nothing. Вот этот код никогда в жизни не используется, правильно, да? Это то, что называется мертвый код. Мертвый код очень тяжело отыскать. Так вот он его и показывает. Да? Посмотрите, я специально, видели, да? Вот он, я когда нажимаю на это дело, он мне показывает содержимое, то есть вот он, я в данный момент, я рассматриваю его как конкретный файл. Вот я, я вошел, то есть, грубо говоря, я был где-то здесь, нажал на файл и попал в дело пинчика. И он мне показывает содержимое. Он содержимое. Он говорит, сам состоит из одной строчки, ты ее используешь, с абтрактом то-то-то, да? Вот. И эта строчка там, условно говоря, там, например, не выполнена, смотрите, себя дедко. Он говорит, вот это работало. У меня под эту функцию не был вообще тест написан. У меня его нет. У меня тест написан только под сам, вот, сам, например, да? Вот. И под сабтракт он на самом деле написан, я уже там не помню где. Вот он, вот, под сам и под сабтракт. А под это не под. И он говорит, это я протестировал, работает. И это я протестировал, работает. И это я не тестировал, у тебя не было теста, но, видели себя, жик, это дедко. То есть даже не тестируя это дело, у меня не было под него теста. Он все равно показал, что, чувак, у тебя вот это дело никогда не исполнится. Вообще. Вообще. вот такая вот штука очень хорошие у нас кстати по-моему здесь есть этот самый xd bug сейчас я посмотрю просто он у меня отключен да вот он про он просто он просто на видала видео настроек просто миллион ну просто миллион настроек можно просто настройки включать их очень много на самом деле да это все это дело потом использовать используя то есть сейчас попробую подключился он или нет там миллион настроек и творишь на вообще все ой извините не включить а читала все остальное включать вот там можно а вот у него вот я забыл включить как-то так нам лобов надо было еще написать по сразу вардам стал красивым вот такая штуковина да а я сейчас мы сделаем ошибку да у нас теперь будет красивая ошибка вот такая но вот так вот она реже не все подключал да что здесь нужно можно можно подключать ну антифайна лучше не делал как-то так миллион настроек интересная вещь можно делать многие дела вот профилирование и больше пока ничего вот вот такая штуковина друзья мои вот такой вот юнит тестинг так что прошу обратить внимание но на самом деле опять же возвращаясь сюда у него очень у меня не самая вот последняя версия которую я показывал вам стоит он там сейчас уже и пространство имен использует у него там сейчас попроще на самом деле чуть-чуть стало вот вот он да вот он hp unit вот документация пожалуйста какая угодно да вот вот у него у нас то там был 3 3 3 4 был да у меня 3,4,14 сейчас уже видит там 3,7,3,8 3,7,3,8 3,7,3,8 вот вот вон команд сколько видели смотрите ассерта сколько эссерта 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 класс с с с и файл игл в xml файл на любой тих фактически да вот здесь ну и вот такие примеры тоже нормальные абсолютно то есть все с примерами все очень хорошо да то есть вот вот видите да цветной пример показано как написать что будет да вот и так далее и так далее и так далее вот так вот друзья вот так вот так вот вот так вы так далее и так далее давайте